Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели и зрители моего блога, моих каналов. Сегодня я хочу вас познакомить, во-первых, с очень интересным человеком Этарас. Во-вторых, этот человек, а зовут его Чиликин Виктор, он является хозяином, директором компании, которая занимается поставкой на российский рынок и представляет более 10 брендов, очень крупных и серьезных, надежных компаний, которые производят оборудование для быта, для кухни, то есть это различные соковыжималки, блендеры, и мы поговорим сегодня, что еще, какие товары выпускают эти компании, ну а Виктор, соответственно, представляет их. Так вот, за уже несколько лет существования своей компании он нашел надежные связи, качественных поставщиков с разным ценовым диапазоном, как раз об этом и будет сегодняшняя наша передача. И я хочу вас познакомить с этой продукцией. Более того, скажу вам, что мы теперь являемся, скажем, сотрудниками, соратниками, то есть партнерами, и всю эту продукцию... Официальными дилерами. Как? Официальными дилерами. И мы сможем теперь совершенно по одним и тем же ценам для вашего удобства предлагать вам весь этот набор, большой ассортимент продукции, ну, о которой, собственно, как раз сейчас и пойдет речь. А продукция эта всем нам с вами важна. Ну, вообще всем людям, которые интересуются здоровым образом жизни. Не только сыроедом, веганом, а всем тем, кто использует в повседневной жизни, да, те же самые соковыжималки, блендеры, мало ли проращиватели, еще какие, значит, масла прессы, например, и так далее. Теперь, значит, хочу сказать, подчеркнуть, что это не только корейские, это еще и европейские бренды. Ну, об этом лучше всего расскажет, собственно говоря, сам Виктор. Вот я хочу передать ему слово и вначале спросить. Скажите, пожалуйста, Виктор, вот почему и как вы, собственно, занялись этим видом бизнеса, этим делом? Потому что, вероятно, это для вас, насколько я это знаю, не только является бизнесом. Вы же сами, во-первых, являетесь веганом-сыроедом и уже с хорошим стажем, там, 5-6 лет. Так вот, расскажите нашим зрителям, как все начиналось, почему и что для вас есть вот эта ваша работа? Ну, добрый день. Спасибо за то, что пригласили в вашу передачу. Да, началось это давно. История долгая, расскажу вкратце, по тезисам, наверное. Обычная у меня была жизнь, обычного человека, обычная работа, то есть никаких не было там ни заболеваний, ни проблем, но я увлекался, всю жизнь занимался спортом, танцами, увлекался научными исследованиями. И после определенных изучений в физике, переизучений, постройки некоторого оборудования для производства газа Брауна, есть такая группа водородных реакторов ВКонтакте. Я ее основатель и в свое время в России первый построил и осветил, показал, как это делать. Это делать водородный реактор, который разлагает с помощью электролиза воду на составляющие, которые можно потом использовать как топливо и в автомобилях. И в быту вот такая была интересная тема. И когда я это понял, я понял, что это государство, как от чего все зависит, что такое нефтересурсы, и захотел освободиться от этого. И первый шаг это было освободиться от зависимости к питанию, к магазинам, привязанности. Стал сыроедом буквально в один день, что, конечно, не суперправильно, но воли тогда было и решительности очень много. Со временем, как пришел к бизнесу, вы знаете, когда становишься тем, кем ты стал на сыроедическом питании, ты встречаешь все те проблемы, которые прислуждают к этому. Это абсолютно ноль был в тот момент на рынке России каких-то помощников на кухне сыроеда. Сыроед – это не всегда съесть чисто яблоко или банан. Это хочется иногда что-то совместить, какие-то продукты, как-то себя побаловать. Сразу, мгновенно стать сыром, моноедом – тоже невозможно. Практически убийство психики. Поэтому я начал искать по интернету, как что можно себе хотя бы соковыжималку качественную, чтобы пить соки трав, пить соки экстрактов холодного отжима, получать ореховое молоко и различные другие продукты, которые недоступны в магазинах, либо, если доступны, то не с лучшего качества. И впервые, так скажем, изучив эту тему, где-то лет, наверное, шесть назад, я уже, если честно, точно не помню, когда это все организовалось, я привез из Кореи, из Южной Кореи для себя аппарат. В тот момент всего две компании выпускали такие модернизированные супераппараты. Это Хюромы были и Ангелы. И обе они, компании эти, родом из Южной Кореи. Так вот, привелся себе этот аппарат. У меня друзья его увидели. Понятно, что круг друзей и знакомых у меня сократился значительно и остались только на правильном питании, либо вегетарианцы, либо сыроеды, либо люди из науки. То есть совсем изменилось круг. И они попросили привезти такие же. И потом, если честно, я устал возить друзьям, потому что их стало все больше. Ну понятно. Друзья друзьям попросили. И кто-то мне предложил делать это за деньги. То есть это, так скажем, даже не моя была идея. Я подумал, что я вложу небольшую маржу за свои услуги, за то, что можно привезти. Потому что не было никакого, точнее, был eBay, но там, например, не было никаких аппаратов в тот момент, чтобы можно было что-то купить. Это было очень долго, опасно. Да и гарантий никакой. Нет, не гарантий того, что придет. Не гарантий того, что просто надо. И нет гарантий, что не сломает на следующий день и никуда не сдашь. Конечно. Да. То есть получилось, что я начал возить с небольшой маржой, используя своих друзей в Южной Корее, используя их сначала квартиры, потом они арендовали склад, потом друзья сменились на сотрудников, потому что вечно друзья не могут помогать, люди должны зарабатывать на этом деньги. И со временем появилась такая большая компания. У нас сейчас штат около 40 человек по всему миру. Да. У нас офис в Сеуле есть, есть там же склад временного хранения, когда приходят контейнеры с заводов для миксирования, есть большой главный офис в России, это в Санкт-Петербурге, откуда мы сейчас и ведем трансляцию эту съемку. Здесь работает отдел маркетинга, работает бухгалтерия, работает очень серьезно несколько человек в отдел логистики, который занимается доставками. Обязательно есть фото-видео в своей студии, в которых ежедневно идут фото-видео-обзоры, в которых я участвую каждый раз, чтобы ближе знакомить клиентов с техникой. И также, конечно, есть в Москве большой склад, магазин в Санкт-Петербурге, тоже есть свой магазин в центре города. Но сейчас люди больше всего привыкли все выбирать, не тратя свое время в интернете, поэтому мы стараемся и в том числе через ваш сайт, будем стараться, чтобы все могли увидеть и понять, что они хотят для себя, не вставая, скажем, с кресла работы, находясь на работе в перерыве, либо дома, чтобы все можно было изучить и выбрать. Вот так вот мы потихоньку перешли к тому, что этой техники просто в свое время не было ни в магазинах, ни в интернете. И можно сказать, я первый привез эту технику и сделал ее доступной. И начиналось это с всякого рода объявлений из рук руки, авито, система. И в дальнейшем появился и официальный сайт нашей компании, Сисоки, и куча дилеров, которых мы очень внимательно, избирательно выбираем, не работая с кем попала, чтобы люди могли осознавать, что они занимаются благим делом для людей, а не для только выгоды. Ну, а мы как раз сегодня и поможем нашим зрителям сделать правильный выбор. Вот вы совершенно правильно сказали, что да, сейчас люди и через интернет в основном заказывают. Это проще, конечно, понятнее. И тем не менее люди привыкли для... Ну, как бы сказать, это все-таки текст. Письмо — это текст. И картинка голая. А вот общение и объяснение всех тех нюансов, или когда человек рекомендует по совести, по чести, как для себя, особенно человек, который сам этим пользуется, это вот как раз самое ценное. Поэтому наши зрители, они — это люди под левого ума, они хотят понять, разобраться, ну и чтобы им просто по-человечески подсказали. Вот почему мы с вами как раз и записываем сегодняшнюю передачу. Кстати, очень интересную вещь вы сказали, я вас это не знал про Газбрауна. На самом деле, думаю, может быть, мы запишем когда-нибудь отдельно по этой теме интересный такой, значит, сделаем фильм, потому что на самом деле я тоже не просто с этой системой знаком, а много лет назад я ну, этим серьёзно ребята на Украине занимались и занимаются, вы нам тоже знаете. И вот, конечно, оттуда систему я одну взял, у меня на одном лэндкрузере даже стоит Газбрауна, то есть который, да, помогает, соответственно, уменьшить. Да, экономит топливо. Ну, соответственно, да. Этого темы, я думаю, отдельно передать. Отдельно мы прям, да, потому что наши люди любят вот эти темы, вопрос энергосбережения, так сказать, и так далее. Я же читаю лекции не только на тему здоровья, адекватного питания, но и на тему экостроительства, энергосбережения, альтернативных как раз источников топлива и так далее. Ну, и на другие темы смежные. Теперь, смотрите, вернёмся к нашему, так сказать, конкретному. Действительно, очень хорошо и полно, вполне вы сказали и о себе. И подводя итог по этому части, по этой части нашей встречи, я бы хотел сказать, то есть, грубо говоря, я правильно понял, что начали вы это всё, понятно, для себя, потом понятно, друзья, знакомые, поскольку этим интересовались, это было нужно, а этого не было, просили у вас всё это привезти, вы привозили. Ну, естественным образом это вышло уже на уровень бизнеса, потому что нельзя же, естественно, делать всё только на добровольных началах. Ну, по крайней мере, невозможно только этим заниматься. Так, и вот у вас стал серьёзный бизнес, действительно. Кстати, вы нашим зрителям потом обязательно покажете вашу вот эту вот студию, офис, где идёт, собственно, вот эта запись, да, вот, сотрудники, как ваши работают. Ну, я уже видел, теперь нашим зрителям это не лишнее будет посмотреть. Вот, пусть они будут уверены в серьёзной работе и в своевременном выполнении заказов. Ну, а теперь надо понять, что заказывать людям. И вот, допустим, давайте мы приступим ко второй части нашей встречи и посмотрим, какая же продукция, какую продукцию вы представляете, и мы сделаем, наверное, это разумно по разделам. Я предлагаю начать осветить обзор вот этой предлагаемой вами техники. Начнём, давайте, с тех же самых соковыжималок, коль уж о них речь зашла. Кстати, скажу наперёд, что поскольку я тоже в своё время всё это искал, мне привозили тоже знакомые, ну, например, Дэн Корр, известный в сыроедном кругах, да, наверное, вы тоже его знаете, там вот американский шеф-повар, ну, сыроедный именно, получивший один из немногих дипломов из сыроедных шеф-поваров. Так вот, привозил он мне такие, знаете, не знаю, как они называются, такие приборчики, куда кабачок вставляешь, крутишь, да, и из него вот как макароны, да? Да, спиропайзеры, спираматы их называют. Вот-вот-вот-вот, об этом мы тоже ещё поговорим, а вот, ну, я брал в своё время давно Ангел, когда они только, да, так сказать, появились, другие соковыжималки шнековые, потому что там минимальный термонагрев происходит при сдавливании продукта, а, соответственно, минимально теряется питательных веществ, особенно вот тех самых энзимов, ферментов, которые уже при 43-45 начинают разрушаться. Давайте начнём с соковыжималок, но хочу я вот что только вначале как бы поставить в такие рамки, смотрите, если ассортимент, такая что ли, просьба от меня, большой, я сам не люблю, когда, знаете, разбегаются глаза, и ты думаешь, господи, да что я не могу столько времени тратить на всё это, смотреть и чего тут выбирать, копаться, можно вот прям посоветовать, действительно, вы же знаете, что надёжное, вы сам человек из этого круга, и как для себя посоветуйте для нескольких групп наших зрителей, понятно, не у всех есть возможности купить самый дорогой, там в чём-то лучший, давайте начнём с самых недорогих моделей, но которые всё-таки вполне достойны того, чтобы их приобрести, и пойдём уже на более, так сказать, преимущество смотреть более дорогих моделей, давайте так. Да, я прекрасно понимаю, о чём вы говорите, я постараюсь кратко, бегло рассказать о технологиях, во-первых, и о брендах, о моделях определённых, которые прошли через меня в том числе, и которые я могу от себя лично посоветовать, зная точно, что клиент, приобретёвший, купивший этот аппарат, останется довольным. Вот это прекрасно. Да. Ну, самое простое, когда люди озадачиваются выбором соковыжималки, первое, перед ними попадает выбор купить обычную соковыжималку центрифужную в магазине, либо почитать ей в интернете, понять о том, что есть шнековые аппараты, прессовые аппараты, и они уже делают холодный отжим, они не рассваивают сок, и сок становится более вкусный, более цветной, насыщенный. Можно сделать его с мякотью, можно без, и можно отжимать из того, что никогда не сделать центрифужный, например, сок из трав, это вигрос из любых трав, это молоко, например, из орехов, молочко из семян замоченных, это может сделать только шнековый аппарат. Ну, начнём с самого простой, шнековый, это ручные аппараты. Да. Есть несколько у нас предложений, я буду просто говорить, если их совсем немного, я буду говорить о лучшем, чтобы не тратить время. Да, конечно. Я бы однозначно посоветовал соковыжималку ручную TriBest, компания TriBest американская, со своим заводом в Южной Корее, TriBest Z-Star Z710. Этот аппарат мне известен уже более двух с половиной лет, в своё время я по нему снял очень интересный большой обзор, видеообзор, есть краткий на шесть минут, есть большой на два часа, без каких-либо монтажей, чтобы люди могли видеть, что он отжимает, в какой последовательности, в какой КПД. Могу сказать, что аппарат практически вечный, потому что все детали сделаны из невжарейки, никаких редукторов внутри там нету, которым ломаться пластиком, каких-то деталей. Отлично. Шнек выполнен из свойственного материала со свойствами керамики под названием G-Ultim, также ещё он называется Ultim. Это запатентованный General Electric материал, в своё время, в 80-х годах, был разработан для космоса. То есть он сверхпрочный, выдерживает и минусы, и плюсы огромные, но смысл в том, что он очень-очень прочный и пищевой имеет химически не опасный состав, то есть полностью подходит для пищевого применения, в отличие от меланина, например, который ещё в 8 раз слабее. Так вот, осетка сделана из нержавеющей стали 304-й пробы, тоже с G-Ultim. Скажи, пожалуйста, а она стоит, я так понял, 6 тысяч ручная, да, вот эта вот? Нет, нет, она стоит 12 500 рублей. Так. И те, которые аппараты дешевле, ручные, они уже будут с материалами из АБС-пластика, с редукторами, либо с пластиковыми шестерёнками. Ну, к сожалению, нельзя обмануть правду. Конечно. Хорошая вещь не может стоить там тысячи рублей, не может никак. То есть, в своём уважении к сыроедам и к вегетарианцам, кем я сам являюсь, в своё время я должен был понять, что хорошая вещь стоит дорого, даже если её покупать за границей. То есть, надо понимать, что пластиковые детали не могут служить, безусловно, как из металла, и, естественно, срок их службы неизвестен, потому что это зависит в том числе и от нажатия, усилия, от каких-то случайностей, правильно? То есть, от многих факторов. Вот. Что касается нержавейки, это нержавейка. То есть, я вот вижу здесь такую ручная соковыжималка, вот такая BL-30, да? Это вот про неё речь сейчас идёт? Нет, нет. Z-Star Z710. Она зелёненькая, зелёненький у неё только ручка и колечко закрывающиеся. Это серебристая металлическая подставка, которая на стол крепится, и чёрная отжимная корзина. Всё-всё-всё, видно, видно, вот она. Я её увеличу, собственно, вы тоже, я попрошу в фильм её... Да, я параллельно слежу за разговором и смотрю, чтобы можно было объяснять, смотря на сайт. Конечно, да, чтобы люди это тоже видели, когда мы про это говорим. Самое главное, вот все вопросы снимутся, и мы можем пройти дальше, если клиент просто нажмёт «Посмотреть видео» смотреть. Конечно. Конечно. Ручному аппарату у меня было осознанно особое внимание, потому что я понимаю, что многие сторонники правильного образа жизни и питания небогаты, и я это делал как для себя. То есть там каждый грант в измерении КПД по всем видам продуктов, вот 20 продуктов я замерял, и показывал, сколько настоящей КПД и как легко это делать. Там у меня участвовала девушка в видеообзоре, она показывала, как и легко там с ногтями крутить эту ручку и как легко выжимать срок из любых ног. Да, Виктор, знаете, тут ещё один есть момент. Несмотря на то, что я, ну как бы понятно, у меня есть любая разная техника. Я лично почему выбираю в том числе ручные, хотя бы я считаю, это надо иметь в хозяйстве, потому что неизвестно, что будет завтра, мало ли что будет с электричеством, цивилизацией. Но имея маслопресс, я считаю, каждый человек должен иметь, кто знает, чтобы он был независим, он хозяином, и у него хозяйство было, так сказать, он должен иметь ручной маслопресс, ручную мельницу, ручную соковыжималку. Так вот, есть чугунные из США, я вот знаю, в своё время там тоже, которые стоят там тысячу долларов и больше, простые мельницы ручные, да, из чугуна, которые там безумных денег. Поэтому здесь вот как раз вы, как человек, который в этом разбирается, ну там, во много раз больше, чем я, я просто как любитель в этом плане, ну или там наполовину, скажем, вы профессионал. Вот, есть ещё, поэтому вы как раз и рассказываете сейчас об этом, и действительно, за что будет большая благодарность от всех наших зрителей, слушателей, что вы это действительно говорите, советуете, как вот для себя, с учётом, если себя поставить на место человека, который вот, допустим, действительно, ну не имеет больших возможностей, там вот он там одно что-то может купить только из данного раздела, ну то есть какой-то обусок на данный момент. Вы, соответственно, мы и говорим, плюсы и минусы. Вот, смотрите, а вот что за соковыжималка? Я вижу, она вообще вся практически из нержавейки, это вот 14 900, которые стоят. Эта соковыжималка, она считается профессиональной для отжима трав. То есть она неубиваемая абсолютно, у неё практически пожизненную гарантию для производителя, мы, конечно, так не делаем, но она неубиваемая, потому что у неё нет деталей, которые могут использоваться. Они все сделаны из чугуна и невжарейки. Ммм, изумительная штука, да. Да, только резиновые ножки, для того, чтобы не скользило, устанавливая на поверхность. Но она только для трав. Вот это я себе возьму обязательно такую, то есть однозначно. Вы пока не спешите, потому что есть оборудование более многофункциональное, и если вы себе это возьмёте как ручной привод, да, без электрического, то, возможно, в этом есть смысл. Но если есть всё-таки электричество, то я бы посоветовал вот от ручных, мы сейчас с ними закончим, перейдём к следующему, это будет одношнековое горизонтальное. И в этом разделе есть очень интересный аппарат, который совмещает в себе и ручную, и электрический аппарат. Очень интересно. Чтобы закрыть раздел ручных, я хочу ещё сказать, что существуют прессовые соковыжималки, которые в основном созданы для граната и цитруса. Да, да. Это модели Сана Цитрус Пресс, называется белого-чёрного цвета, и мы не стали завозить огромную кучу одинаковых аппаратов, потому что, по сути, они никак не отличаются от других. Там идёт физическое воздействие через специальный плуг такой, и выжимается апельсин, например, просто надо его разрезать на две части. Намного удобнее и быстрее, если это касается только цитруса, только граната. Конечно, здесь намного удобнее. Так о чём речь? Я даже, извините, сейчас тоже скажу свою реманку небольшую, потому что гранатный сок, ну, к примеру, я уж про цитрусовые их многообразие не говорю, беру только гранаты. Это очень полезный сок, и когда они сезонно идут, вот мы сами у нас с одной области, там, с Верганской долины идут, ну, лучшие в мире, я считаю, гранаты и экологически чистые, они сезонно идут. Вот этот момент надо ловить. Вот настолько лень, и нет времени, и желание возиться, очищать вот это каждый. А ты разрезал пополам, всунул его туда, несколько секунд и сок готов. Но о чём может быть и речь? Это нужная вещь, и я считаю, очень нужная. Опять-таки, за неимением то времени, то забываю. Я тоже такой не приобретен. Ну, где-то лежит что-то совсем старое, вот из нормального, нового нет. То есть, для меня это тоже, лично для меня, например, важный атрибут в хозяйстве. Тем более, что у меня, ну, как вы знаете, сейчас ещё вот эко-отель в Пушкинских горах, и, соответственно, там будет кухня. Значит, соответственно, там мне нужны все виды механизмов. Причём, я говорю, как, безусловно, электрических, но как и лично для меня, я считаю, что в хозяйстве это так же, как у меня, есть различные мотокосы, триммеры, даже профессиональные, которые древесину такими мощными ножами, стальными, там, могут разрубать до 5-7 сантиметров, хотя ручно, бензиновый, самая мощная модель, какая только есть. Но у меня есть и косы ручные, а мало ли что случись, я считаю, это должно быть обязательно. Вот, вы меня понимаете. Я хочу сказать пару слов в защиту шнековой технологии от прессовой. Всё-таки тот же самый Z-Star отожмёт гранат с КПД от 80 до 90%. У прессовой, о которой мы говорили, в Сана Цитрус Пресса, она всё-таки сделает это где-то с 70% КПД. Понимаю, понимаю. То есть, потеряем примерно 10%. Смотрите, там, где... Большой объём сады, да, то здесь вопросов нет. Если это экономический, так скажем, подход должен быть, то есть, когда мы посчитаем каждый грамм, то здесь победит хорошее, качественное, корейское шнековое. Если, конечно, если речь идёт про кафе, там, рестораны, про какие-то там, значит, где большие семьи, там, и, ну, естественно, электричество есть, мы ориентируемся на нынешнее. Я просто сразу говорю, как бы, мысли вслух, что называется, и про мало ли что. Но, если вот про это речь идёт, безусловно, тогда более экономичные, с большим там скоростью, там, и так далее, это всё очень важно. Для кафе-то тем более. Вот. И я тоже, когда буду брать для кафе, вот, я, буду брать именно производительные, быстрые, с максимальным КПД. Зачем выкидывать лишние 10% там продуктов, конечно. Но... Юрий Андреевич, ещё один момент. Да? Ещё один момент. Прессовые аппараты, например, да, которые делают из граната сок, они делают без экстракта кости. Шнековые аппараты, они измельчают и давят даже сами косточки. Согласен. Поэтому сок из шнековых аппаратов будет со сливочным привкусом и с лёгким березной такой, а с прессовых будет ярко-красной. Я знаю, я знаю, у меня же ангел есть, и, естественно, из ангела аж белая пена прям прёт. И единственное, что сразу скажу, что не все любят, особенно дети, там будет небольшая горчинка, что-то такое, да. А вот прессовые в этом плане, ты отжал чистый сладкий сок, правильно? Вот. Вот, поэтому, видите, вот почему хорош такой диалог, как мы сейчас ведём? Потому что есть разные люди, у них свои. Кто-то скажет, да мне плевать, я хочу просто, вот мне хочется вкусный сок сладенький, и меня бесит, что мой ангел или ещё какая-то там мне вот эту горечь даёт. Ну, мне лично не... И он прав по-своему, допустим, там. Вот. А если для лечебных целей, там, или просто для максимального увеличения? Обгощения. Конечно, конечно, конечно. Конечно, лучше всё вместе. Так же, как и виноград, с виноградными косточками. Потому что, например, там есть экногенол-вещество, которое как раз специально компании добывают, экстрагируют, потом продают в виде БАДов очень дорогих. А это что, так, особенно красных сортов? Это вещество, которое делает эластичными стенки сосудов, там, проницаемость, да, вот, мембран и так далее. То есть, очень полезная для кровеносной системы. Ну, и, соответственно, даже препаратов разных планов таких продают много. Поэтому в этом смысле действительно вот этими соковыжималками шнековыми пользоваться полезнее. Ну, что ж, давайте тогда, если мы про прессовые и ручные, в общем, этот раздел как бы... То есть, вы рекомендуете по большому счёту... Первое, если подытожить. Ту соковыжималку, которая ручная за 12500, надёжная, долговечная... 1810, потому что она универсальная полностью, очень долговечная, качественная и лично мы по репи. Вот, если же человек хочет серьёзно, там, в летний период, в осенне заняться выжиманием и, как в качестве профилактики, лечения соков, трав, там, сныть, крапива, всё прочее, то тогда ему можно от чистого сердца порекомендовать за 14900 вот эту для трав, правильно? Можно. А можно то же самое делать на за 1710. И так же у него всё будет прекрасно. Просто формированную и с чугуна вот эту вот за 14900 я бы посоветовал тем, возможно, кто этим хочет заниматься в больших объёмах, например, на деревне. Ага. Которая будет из остановки этим работать. То есть она более производительная, соответственно, для этих целей? Она более долговечная в точке зрения коммерческого использования. Ну, понятно. То есть неубиваемая вообще и, в общем-то, производительная... Но ограничена травяными... Только травами. Продуктами, да. Только травами. Всё, понял. Ну, а что касается цитрусовых там и гранатов, то это, конечно, тут и думать нечего. Вот это... Прессовый аппарат, САНО Цитрус Пресс, для удобства, для скорости и для лёгкости работы и обслуживания. Потому что помыть САНО Цитрус Пресс потратите вы полминуты, а помыть, например, там Z10710 потребуется 2 минуты. Ну, да. Всё-таки, когда вы этим пользуетесь отдельно 2 раза в день, для вас это время. Да, конечно. Это тоже очень важный акцент. Ну, что ж, отлично. Тогда перейдём к следующему, да, так сказать, разделу. Горизонтальные одношнековые. Да. Это уже раздел электрических аппаратов. Но забегая немного вперёд, перед началом рассказа, я хочу сказать, что есть комплекты, которые включают в себя сразу и электрический, и ручной аппарат. Это та же самая компания Tribest. Она выпускает аппарат под названием SoloStar 3. Сейчас новые вышли, SoloStar 4 буквально месяц назад. И SoloStar 3C модель, она включает в себя ручной привод. То есть, вы получаете электрический аппарат на основе Z-Star 810, о котором мы сейчас говорили, ручная, универсальная. То есть, у неё тот же самый отживной механизм. То есть, та же самая отживная корзина, шнек, сетка, горловина, проталкиватель. Всё то же самое. Измельчитель там есть, на котором, кстати, можно делать и убечь в том числе. Фруктовые каши из той же морковки, из чего хотите. То есть, это измельчитель без какого-либо металла. Там шнек из G-Ultima и сама измельчитель тоже из G-Ultima. То есть, керамика с керамикой, никакого металла, даже окисления не будет продукта. Если сделать морковку с яблоком, яблоко вылезет зелёным, таким же, как и залезло. И не будет привкуса металла, знаете, как после металлической тёрки или когда что-то на живом металлическом поехали. Прекрасно. Это тоже огромное достоинство этого аппарата. Да, но кайф этого аппарата и его плюс заключается в том, что когда вам надо ручную, вы просто сняли с электрической передней привод отживной передней части и взяли ручной механизм. Всё, и уехали на дачу, либо поставили себе на стол. У вас ручной Z710. То есть, я извиняюсь, покупая вот такой аппарат, да, например, 3C или 4... Sova Star 3C. Sova Star 3C. Да, 3C, да, 3C, либо четвёртую модель, то просто... 4C с ручным приводом просто 4, это просто электрическая. Ясно. Вот, которая включает в себя и ручной. То есть, там электрический и ручной. И вот человек дома в Москве или там в городе, в любом, неважно, пользуется. Она там, ну, понятно, с собой в чемодан не кинешь, так просто. Ну, человек берёт, снимает... 3C аппарата весит 7-8 килограмм. Ну, да, да. Но человек берёт вот эту переднюю часть и, соответственно, ставит на штатив, и он получает ручную ту самую соковыжималку, о которой мы говорили. Да, за 12,5 тысяч, которая стоила. А комплект с электрической стоит 29 600. Ну, это вообще... А в комплект, значит, входит вот этот штатив, да, как бы тоже там для... Не штатив, это ручной привод, я его так называю. То есть, это тот механизм, в который вставляется отжимная корзина, фиксируется... Да, да, да. И который фиксируется намерфно к столу, на которой... Понял, ну, то есть, полный комплект. То есть, чтобы использовать как... Да. Да, всё понятно. Ну, это вот... Причём не присосками, как дешёвые, так, китайские аппараты, которые отлетают надёжно, а фиксируется намерфно, не повреждая поверхность специальными тисками. Ну... Ах, вот оно как. Понятно. Да, тоже прекрасно. Ну, хорошо. Значит, а вот всё-таки про эти модели, если уж человек думает, ну, а что же ему выбрать, вот эту 3C там или ещё что? Что бы посоветовать? Здесь рынок намного более обширный. Ну, опять же, здесь я могу просто рассказать, как тенденция была. Первая, одношнековый горизонтальный был Остер. В своё время эти корейские аппараты, они были великими и прекрасными. И я их советовал. Но время развивается, и компания «Оскар» перекупила компания «Хюром». «Оскары» теперь уже не производятся. Они могут называться «Оскар», но они уже называются «Оскар» by «Хюром», например. Также есть момент такой, что «Оскар» были грубые на дизайне, хоть и качественные. И не следовали тенденциям. У них старая технология была «Шнека». Он был из меланина зелёного цвета. У них старая технология «Сетки» была. Она имела маленькую площадь поверхности, соответственно, с более низким КПД. У них были более высокие обороты, что давало вспенивание продукта в производстве соков. И тут пришли европейцы. Компания «Сана». Это европейская компания, у которой нет своего завода, но есть пытливые умы, которые также сторонники здорового питания. Я с ними лично знаком. И они обратились на завод «Хюром» и сказали «Уважаемые корейцы, сделайте нам, пожалуйста, по нашему дизайну аппарат с вашими технологиями последними на G-Ultim'е без ABS-пластиков с низкими оборотами, пожалуйста. И чтобы это было ещё и по деньгам доступно. Ну, подчесали репку корейцы и сделали такие аппараты. Они называются «Сана-707» и «Сана-606». Это оборудование легко можно посоветовать. Оно стоит чуть-чуть дороже, чем «Трайба» из «Сово Стар 3», потому что имеет более красивый дизайн. Потому что имеет более, так скажем, лёгкость использования, легко проходит продукты. Чуть-чуть больше у него крово захвата по шнеку. Но я не могу сказать что-то плохое ни об одном из этих брендов. Например, у «Сана-Гарантия» 5 лет на двигатели, год на все пластиковые керамические запчасти и сетку. А у «Сово Стар 4», например, 15 лет «Гарантия». О чём это говорит? О том, что двигатель более современный. Они только месяц назад и выпустились. По деньгам чуть-чуть «Сово Стар 4» стоит подороже. По технологиям «Сово Стар 4» самая медленная суховыжималка одношнековая в мире. У неё, если я не ошибаюсь, по-моему, впервые сделана технология 40 оборотов. Потому что у всех у них 80 оборотов, и это очень легко… 47 оборотов, простите. И это очень легко сказывается на производстве продукта, например, травы. Она либо будет вспениваться через 300-400 грамм первое, либо не будет вспениваться, даже если вы 3-4 килограмма отожмёте. То же самое с томатами, с рыхлыми яблочками. А я хочу, извините, я хочу сразу пояснить нашим зрителям, клиентам потенциальным, что вот эти все пузырьки и прочее, то есть, когда происходит быстрое взбивание, откручивание, отжимание, неважно, это соприкосновение с кислородом и идёт окисление продукции. То есть, часть полезных свойств теряется. А зачем нам это надо, если мы хотим как раз наиболее пользу извлечь? То есть, соответственно, в этом плане вот этот Tribes Solo Star 4 самый... Это лучший аппарат, который сейчас есть. Тогда, дорогие друзья, лично мой вот совет. Вот он стоит там 29 800. Да, это дороже, чем там 28 400, либо 27 900, там за другие модели. Но это не в два раза, это даже не 10%. По-моему, там разница в 5%. Да тут, если бы 25 была разница процентов, я бы даже и не задумываясь, ну, извините меня, у кого вот там тысяча лишние или две на это, так сказать, лучше подождать и взять эту модель, лично для себя я бы так и сделал. Тогда... Если вы сторонник одношнековой технологии, потому что, забегая вперёд, мы будем рассказывать, в чём разница этих технологий и почему, например, кто-то выбирает для себя вертикальные аппараты, а не горизонтальные. Да. Ещё в пользу горизонтальных аппаратов я бы хотел сказать, что на них чуть-чуть поудобнее работать с ягодами. Вот это моё личное наблюдение. То есть, можно в больших объёмах и более вязкие ягоды отжимать на них, получая либо сок, либо, так скажем, как джем сразу же. Ну, вот с клубникой, например. Если мы говорим о клубнике. Калина, например, красная смородина. Это можно сделать и на вертикальных аппаратах, но горизонтальные аппараты это сделают лучше и легче в самом процессе. И ещё один момент в защиту предыдущих моделей. Потому что я не могу сказать, что раз Сова Старк 4 лучше, это значит, что это панацея. Нет. Сова Старк 3 можно также приобретать, и вы будете и так же довольны, как за Старом 710, и только это будет делать вам электрический привод. А кто сторонник красивого дизайна, европейского подхода и корейского качества, тот должен выбрать Сана 707, либо 606. Я не могу сказать, что какой-то из этих аппаратов друг другу в чём-то уступает. Ну, давайте... Даличие ручного привода у компании Tribest. Вот. Смотрите. А коли так... Вот мне лично, например, на дизайн, ну, по большому счёту, наплевать. Лично мне. Потом, второй момент. Если гарантии на двигатель, если это такой новаторский двигатель, да, на Tribest, то... Он при этом самый слабый, у него всего 120 ватт. Вот. Зато система тройного редуктора стоит. А, за счёт чего... Вот. То есть, соответственно, электроэкономия раз. Двигатель надёжный, долговечный два. Она самая... Она самая медленная, а значит, соответственно, наибольшая... В большинстве, наоборот, в большинстве всего темы. Да, питательных компонентов полезных остаётся. Три. Ну, этого... И при этом цена... Там речь идёт про какие-то там сотни рублей, либо тысяча две. То есть, это уже, как бы, знаете... Ну, в общем, да. Я думаю, люди вывод сделали. Теперь, к тому же, правильно я понял последнее, что вот в этой SoloStar модель 4, там ручной тоже идёт в комплекте? SoloStar 4C... C. ...стоит 35 тысяч, и ручной привод добавляет 5200 рублей. Совершенно правильно. А вот модель, которая просто SoloStar 4, где всё то же самое... Она стоит 29800. 29800. Ну, там нет ручного... Но поскольку он отдельно стоит 12500, то, в принципе, человек буквально за 5 с чем-то тысяч получает возможность снять и использовать вручной вариант где угодно, куда угодно. Увести с собой легко. Ну, всё понятно. Так. Великолепно. Ну, а теперь я скажу такую вещь. Вот у меня мой тот самый ангел, да, приведу пример. Тяжелющая штука. Ну, вы знаете, два винта архимедовых, то есть, которые там сжимают. Но что меня в ней не радует? Вот начинаешь что-то типа шеферди или там, ну, неважно, какой-то ягоды прокручивать, и она моментально забивается. Эти волокна надо вытаскивать всё из этой нержавеющей тонкой сеточки, выковыривать, выжимать. А там ещё винт... Да, очень удобно длинным ёршикам. Я сам был хозяином более двух лет ангелов. А у меня есть раритетный ангел 86-го, 93-го года. Я тоже с ними знаком, так скажем, лично. И в Корее, когда ежегодные у меня есть поездки на переговоры, на заключение договоров, много раз я с ними общался на тему поставок, но сам не принимал решения, потому что давайте, может быть, в разделе двухшнековых, когда мы к ним перейдём, я расскажу отдельно о ангелах и своём опыте. Давайте. Я не могу ничего сказать про них открыто, так скажем, негативно, но аппарат остановился в развитии 9 лет назад. И после этого никаких модернизаций, ничего абсолютно не было сделано, для того, чтобы улучшить жизни наших с вами, нас с вами. Совершенно правильно. А я хочу подчеркнуть... Маленькую помарку добавлю в окончание одношнековых технологий, да, вот, окончание разговора о них. Есть огромный плюс у Саны по сравнению с Трайбестом, если вам надо отжимать масло. Я забыл об этом сказать, простите меня, непрофессионально абсолютно. Есть, просто мы разбирали именно соковыжималки, но Сана может похвастаться и 707, и 606. Европейцы, они разработали именно в Европе, в Чехии, это было, кстати, странно, где я родился, было разработано масло-пресс. То есть это насадка, которую можно приобрести отдельно и установить на любой аппарат под названием Сана 707 любого цвета, там три цвета, или 606 тоже с тремя цветами. И вы сможете получить дома домашний масло-пресс, электрический. Если кому-то это интересно, то в разделе масло-прессов, когда мы к этому перейдем, я об этом более внимательно расскажу. А сколько стоит эта насадка? Такого нет. Сколько стоит эта насадка? Насадка, к сожалению, дорогая, она разрабатывается в Европе, делается на заказ, они всегда есть в наличии, но каждая из них делается руками, вытачивается каждая деталь, проверяется, то есть это как Бентли. Стоит такая насадка 19 500 рублей, если я не ошибаюсь. Ну это посмотрим. Так, то есть применяя вот эту, соответственно, соковыжималку и вот эту насадку, разработанную специально к ней, то мы что можем, что мы можем конкретно, из каких культур, в каком виде выжимать масло и производительность? Здесь стандартный набор, начиная от льна и заканчивая орехами. Но здесь нужно говорить об этом отдельно и подробно, давайте сделаем разделе масла, потому что рассказать о технологии отжима, и вы с этим ставите, и я, и я расскажу вам некоторые секреты, которые люди думают, что они купят, и сразу у них все пойдет масло. Но продукты надо готовить, правильно выбирать и подготавливать их к отжиму иногда, а не просто засовывать в хороший аппарат и думать, что он чудесным способом это все произведет. Предлагаю пройти дальше на самую распространенную технологию, это вертикальные шнековые соковыжима. Давайте. Смотря на картину вертикальных, сбегаться будут глаза страшно, потому что здесь представлено около 50 моделей. Ну, по крайней мере, мы продаем у себя на сайте и в наших магазинах около 50 моделей. Я отсею сразу, наверное, 90% аппаратов. Вот это будет хорошо. Потому что, да, я это сделаю с одной аргументацией. Это не значит, что аппараты плохие, просто технологии у них подустарели. Используют они более дешевые материалы, которые уже там, например, с остатков складов разгребают, и новые уже не производят. Например, там, шнеки первого поколения. Или сетки из АБСа, а не из G-Ultima. То есть, или двигатели, которые делают 80-120 оборотов, а не 40-43-47. Тогда будем, уберем. Отсекая все это, а еще один момент есть, очень важный. Те аппараты, которые устаревшие технологии, когда руководитель компании, который хочет поставлять оборудование, например, я вот себя рассматриваю сейчас со стороны, думает, какой аппарат привезти на рынок, то есть вложить туда миллионы, иногда десятки миллионов рублей, для того, чтобы это оборудование появилось в магазинах России, и можно было купить. Он сразу же будет думать для себя, выбирая то, что будет перспективно на год, два, три вперед. Тот бренд, который поддерживает самые последние разработки, использует лучшие материалы, и еще при этом максимально известен для легких продаж. И только техника, которая официально поставляется, она может быть обслужена в авторизованных сервис-центрах. Что это значит? Что когда вы покупаете аппарат, например, Magic, или, например, Covery, у них нет абсолютно никаких сервис-центров официальных в России. А неофициальный сервис-центр, он просто не обладает первыми навыками работы с такой специальной техникой, вот с шнеками аппаратами, он даже не поймет, что это и как это действует, должно действовать. А во-вторых, у него нет элементарно запчастей, потому что эти запчасти производятся только на корейских заводах и больше нигде. Соответственно, обычный бытовой сервис, хоть вы 10 тысяч ему отдадите рублей, он вам не сможет починить этот аппарат. Так, значит, любой клиент должен изначально рассуждать так. Покупая аппарат, в первую очередь, я должен быть уверен, что есть авторизованный сервис-центр в Москве, и либо в Москве и в Санкт-Петербурге, например, в самых крупных городах, чтобы можно было в любой момент или прислать в сервис-центр ваше оборудование, которое там вышло из строя, по вашей вине, например, или само по себе. Техника, она все равно иногда ломается, в этом ничего страшного нет. Это не алмазы, которые всегда будут вас радовать на пальце, а это все-таки техника. У нее есть определенный ресурс и есть определенный шанс на ошибку пользователя. Если, например, загрузить в любую шнековую пожималку камни, то она сломается, либо остановится, либо сломается. Какая-то деталь может быть повреждена. Здесь ничего не сделаешь. Если машина ударит в дерево, она его обнимет. Какая бы дорогая машина ни была. Кстати, более дорогие, а кто-нибудь лучше, потому что защитят тем самым сильнее. Не совсем. Только можно сказать, что у меня есть мои лонг-крузеры, которые имеют АРБ-шную защиту бронированную. И они даже фуру как-то протаранят КАМАЗ. У КАМАЗа балка вогнулась в кабину, а там ничего практически. То есть об этом я даже... У меня был вебинар по внедорожникам, защите силовой и так далее. Так что исключения есть, но они не дешевые. Исключения есть, я рад, что вы ими пользуетесь. Да. Ну, вернемся к нашим барабанам. Давайте. Здесь чуть-чуть побольше бренда представлено. Сначала пробежимся по фильмам, потом я расскажу, что я лично для себя почему-то полюбил и постараюсь объяснить почему, чтобы человек просто не запутался в этом огромном смысле. Вы лучше знаете как, дайте, я вас очень прошу, такую рекомендацию, исходя из того, что действительно, как бы более новое, с более низкими оборотами, качество. То есть вот качество продукта я бы на первое место поставил. И вот исходя из этого, что бы вы порекомендовали, да? Я понял. Юрий Андреевич, дело в том, что качество будет зависеть от того, что вы туда кладете. Ну тогда давайте. Если положить гнилое яблоко, или там гнилой персик. Мы про гнилое, зачем про это говорить? Гнило персика. Мы говорим о хороших продуктах и о том, чтобы максимальная польза осталась после выжимки этих хороших продуктов. Да, 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 я понимаю. Итак, надо несколько развожить. Я сторонник, так скажем, подхода систематического. Давайте разложим все по системе. То есть по полкам. Начнем с того, что вертикальная технология, в первую очередь, это удобство эксплуатации. Потому что, в отличие от всех горизонтальных аппаратов, мы сейчас с вами до этого обсуждали горизонтальные одношнековые. Вертикальные, они подразумевают отсутствие постоянного проталкивания продукта. Отсутствие действия этого. У вас есть толкатель, иногда им нужно пользоваться, но вы это делаете один раз из десяти, когда вы кладете продукт. То есть вы порезали яблоки, кинули, они сами туда шнеком захватываются. И вам ничего не нужно делать. Если вы используете двухшнековый аппарат, там очень тяжело проталкивать. Вы хозяин ангела, вы знаете, как тяжело, особенно морковку, например. Да, не то слово, да. Положите морковку в вертикальный аппарат, хороший, качественный, мощный, и она у вас, там, морковка на 300 грамм, или там на 250, она у вас сама пройдет где-то секунд там за 15-20. То есть даже толкать ничего не придется, и нарезать не придется, если это хороший аппарат. Ну, давайте вернемся к брендам, я рассказал чуть слово, да, про технологию, что очень удобно и очень быстро получается отжимать. Несмотря на обороты, что они ниже будут в хороших аппаратах, но отжимать получается быстро соку за счет того, что не надо толкать постоянно. Значит, дальше. Она занимает меньше места. Вертикальная соковыжималка на кухне, то есть у вас внешний вид мясорубки, сантиметров 40 длиной, значит, как горизонтальные одношнековые аппараты. А это все-таки место занимает примерно как чайник. Ну, тоже аргумент, аргумент. Экономия места на кухне, легкость эксплуатации, легкость мойки ее, это 2,5-3 минуты для электрического аппарата по сравнению, например, с душнековыми ангелами. Это ужас, это ужас. Это чудо, когда за 2,5 минуты вы можете помыть свой аппарат. Да нет слова. Электрический большой. Так. Так, возвращаемся к брендам. На данный момент я вижу на рынке России несколько брендов. Это Хюромы, безусловно, которые были начальниками этой технологии, но, к сожалению, не лидеры в данный момент. Это Омеги, которые те же самые Хюромы просто с другими дизайнами и по другим брендам. Это Саны, которые те же самые Хюромы, но с другой технологией, с европейским подходом, технологиями и материалом, которые заставили сделать под себя отдельные модели, исключив все проблемные зубы. Это Сана Бай Омега называется бренд европейским. Ну, легче его назвать Сана. Мы его просто называем Сана. То есть, еще раз, Хюром, Омега, Сана и это Трайбест. Знаменитый на весь мир это Трайбест, американская компания со своими заводами в Южной Корее отдельными от Хюром полностью со своими разработками. Такие бренды, как Куксенс, Хиндайе, такие как Нук, Нах, Гэлакси, Кувинкс, Ковый, я обсуждать не буду, потому что у них есть проблемы, которые, так скажем, будут пользователя напрягать, либо не радовать вообще. Давайте не будем. Они были исключены из тех моделей, которые я сказал вначале, из этих трех брендов первых. Поэтому, извините, но разбирайтесь с ними сами, я не хочу рекомендовать то, за что мне было бы стыдно. Ну, конечно. Итак, что касается Хюрома. У Хюрома были замечательные аппараты, небольшой такой вот возврат в историю. Хюрома это была первая супружималка SG-200B, которую я себе привез 6-7 лет назад, когда переходил на сыроедение. Для облегчения своей жизни и питания. Я был ей безумно счастлив и доволен. Да, она вспенивала томаты, она плохо делала травку. И у нее были 80 оборотов в минуту. Шнек с большой захватом, который всегда останавливался на всех морковках. То есть, постоянно надо было работать ревисом. Ну, естественно, все развивались. Вы вышли новое поколение Хюрома 2,5 года назад. По-моему, в декабре 2013-го я уже привез Хюром 2-го поколения в Россию, представил впервые. У него уже был шнек с двумя лепестками. Давайте я сейчас покажу, может быть, даже подготовил. Вот это шнек от Хюром 1-го поколения. У него большой очень захват, где-то 2,5-3 сантиметра падают продукты, вот столько хватает. И он работал на 80 оборотов. Вот шнек от 2-го поколения Хюром. У него уже идет захват на 1,5 сантиметра, но все равно он останавливался и останавливается на морковке, к сожалению. Они это исправить не смогли, но почему? Потому что двигатель 150 ватт как был в первом поколении, так он и перешел во второе. Ничего мы по двигателю не получили нового, но мы получили новый шнек, и мы получили редуктор, понижающий оборот. Здесь мы видим вот такие вот лепесточки, они и плюс, и минус. Плюс в том, что технология подразумевает отсутствие одной детальки, которая на других аппаратах, видите, вот здесь зубчики, они обтиратель крутят. Так вот, теперь обтиратель на форму поколения крутят вот эти лепестки, а зубчиков здесь нет. Это хорошо, но если вы роняете этот шнек, даже на столе роняете, они ломаются, а шнек стоит 7-8 тысяч. Это самая почти дорогая деталь в любом шнековом аппарате, если это качественный аппарат, и вот это материал джаульти. Это самая дорогая деталь. Практически стоит как двигатель, чуть-чуть дороже будет. Ну да, так. Внутри сердечник металлический. Так вот, есть, кстати, небольшой... Я в последний раз, когда был в Корее, мы были на заводе Лихом. Это часть деталей делает для Трайбест с Лоу Стар аппаратом, вот к ним сейчас вернемся. И мне показали, как эти шнеки производятся. То есть, кому будет интересно посмотреть, как производятся детали, что такое джаульти, можно будет у нас на канале Всесоке, на ютубе, это дело увидеть. Вот, теперь рассказываю про проблемы и почему в данный момент Хюром я не считаю, например, лучшим, хотя он был лучшим много-много лет, компании около 38 лет. Сейчас ближе к 40, уже 39 лет. Потому что, несмотря на их лучшие выигрышные конкурсы по всему миру в дизайне, у них самый красивый дизайн, они все-таки оставили 150 ватт, которые останавливаются на твердых хрониклодных. Это ларковка, это свекла. Я думаю, что ваши все зрители и мои знают прекрасно пользу этих продуктов, вывод токсинов, расщелачивание, когда у вас закисленный организм. И эти продукты надо употреблять практически каждый день, стараться. Они очень доступные. И аппарат, который вы приобретаете, должен делать это без проблем. Но поэтому тут уже два больших минуса, которые меня лично отталкивают. Во-первых, мы точно уроним и разобьем. Во-вторых, так сказать, морковка, если не пойдет, то, значит, мы на этом ставим крест. Тогда что у нас есть еще? Проблема номер два – это то, что они взяли и придумали такой некий носик на своей отжимной корзине, который подразумевает закрытие выходного отверстия для жмыха. Когда клиент перекрывает выходное отверстие, он обязан по инструкции его открыть обратно в процессе эксплуатации через 100-200 грамм. Это, конечно, нонсенс был для меня. Корейцы, когда это сделали, я просто подумал, ребята, вы понимаете, что не все вообще инструкцию читают по эксплуатации. Да это 100% не будут делать. Ну, нет, ну, конечно, вы отдали 30 тысяч рублей за аппарат, вы прочтете, чтобы не сломать-то его. Но это же не телевизор, где кнопку нажал, а не ту нажмешь, он не взорвется. Я не прочту, я честно скажу, я не прочту, и не только я, я просто знаю людей, да и вообще, знаете, наш человек привык на интуицию надеяться, а не на это. Вот в этом плане надежность, в плане максимальной степени защиты от дурака, ну так назовем грубо, это самый правильный вариант. То есть, если есть что-то в этом плане проще, то как бы вот тоже это будет плюс большой для многих. Здесь не в простоте даже дело, а в опасности, я сейчас объясню. Ага, тем более. Дело в том, что если вы забудете это дело открыть, это будет на твердых продуктах, то вы рискуете сломать отжимную корзину, которая тоже стоит хоть 9 тысяч рублей. И когда вы обратитесь в официальный сервис центр компании Hurom, который, наша компания пока не обслуживает Hurom, мы также являемся их просто дилерами, а не поставщиками, вам скажут, извините, вы нарушили инструкцию по эксплуатации и поэтому вынуждены сообщить вам в платном ремонте. Давайте про это не будем говорить тогда, фирму лучше, смысл, это очень много уже минусов, давайте перейдем лучше к другим, честно говоря. Дело в том, что на этом технологии, на этом же заводе Hurom производится Omega и SANA. Так. И ребята из Америки, это компания Omega, и ребята из Европы, это компания SANA, они просто взяли и сказали, ребят, нам не надо, корейцам сказали, вот этого вашего переключателя, который перекрывает выход чмыха, нам просто его не надо. Мы не хотим, чтобы мы сталкивались с этими проблемами, наши клиенты позорили наш бренд. Правильно. И они отказались от этого, и за счет этого аппарат, во-первых, стал чуть-чуть дешевле, во-вторых, он также производится на том же самом заводе Hurom. Ну и все. То есть SANA 808 и Omega VRT 843, это те же самые Hurom второго поколения, как бы их ни обзывали, какие бы у них там не были российскими компаниями придуманы технологии, маркетологами, типа там Q500, Q600, Q700, то это абсолютно тот же самый аппарат. С тем же самым двигателем на 150 ватт, той же заново отжимной корзиной, шнекой, шнеком, двумя сетками, просто будет в дизайне от европейцев SANA 808, от американцев SANA 843. Поэтому я могу их советовать легко, и я буду дальше советовать Hurom, как только они эту проблему исправят. Поэтому, ребята из Hurom, работайте, исправляйте эту проблему так, чтобы люди могли нормально пользоваться вашими аппаратами. И это не для нашего человека, это для немца еще, который будет там все смотреть. Да, абсолютно верно, для корейца, для японца, для немца, даже не для американца. У них, да, они не учли менталитет нашего человека, это бессмысленно. Абсолютно верно. Бессмысленно. И последнее. Почему я даже лично для себя, я бы взял и не Омегу, и не САМ. Лично для себя. Хотя у меня родители, например, попросили SANA, она очень красивая, у нее единственный аппарат, у которого кнопка по-человечески расположена с передней части, не надо сзади искать на ощупь ее. Они взяли себе именно вот САМ-808, оранжевую, красивую, яркую, чтобы прямо мимо не пройти. Ну да. Да. А я себе все равно взял аппарат другой, который называется Slowstar SW2000. Это аппарат черно-красного цвета за 32 900 рублей. Почему я не взял? Во-первых, это единственный аппарат, у которого есть измельчитель, при том, что она вертикальная. То есть у вас есть измельчитель на любой одношнековый горизонтальный и на любой двухшнековый, но вертикальный аппарат измельчитель не имеет, и чтобы создать измельчитель, надо целую отжимную корзину отдельную, в которую без сетки вставляется шнек, и опять же без металла, абсолютно без металла, не окисляясь, на сверхнизких оборотах, без смешивания с воздухом, вы получаете измельчение любое. Но оно уже не такое мелкое будет, как в одношнековых, это будет где-то в 3-4 миллиметра. То есть как на мелкой терке, если когда-нибудь кто-то драники готовил, вот такое измельчение будет. Вот таким измельчителем, помимо соков, вы всегда можете себе сделать утром кашу, например, из морковки и яблоко чищеное, в таком виде, какое оно прямо в яблоке находится. Зелененькое прямо такое и выйдет. Без металлического привкуса, без воздушных пузырьков, как в блендере. Я пользуюсь лично этим измельчителем очень часто. Я советую покупать аппараты, чтобы они могли быть максимально функциональны для вас, а не только для сока, например. Что касается сока, есть такой момент удобства. Я, так скажем, сразу по плюсам большим скажу, почему я для себя опять же выберу. Почему у нас на сайте стоит значок выбора экспертов на некоторых аппаратах. Потому что этот аппарат, он дорабатывается постоянно. И вот последние его доработки внесли буквы ВС, это наши личные российские доработки, наша компания СИСОКИ, это увеличенная гормышка. То есть в обычных всех вертикальных аппаратах, в том числе и в том же самом ангеле, гормышка не превышает 4 см диаметра. Либо в кругу, либо в максимальной его стороне, в длине. То есть 4 на 2,5 см, 4,3 на 2,7 см. Это вот самый максимум. И то это то же самое и у Саны, и у Омеги, и у Хюромов вертикальных. То есть горло небольшое. И продукт надо, получается, нарезать так, чтобы он туда влезал. Представьте, горло у Трайбес Слоу Старес W2000 ВС, у нее горло уже на 6,2 см на 4. То есть у нее огромное горло. Куда намного легче проваливается продукт. И, соответственно, яблоко надо нарезать, если это среднее яблоко, на 4 части. Если это большое яблоко, то на 6, на 8 часы. Если большое яблоко, то это яблоко, главное, на 400, я имею в виду. То есть гигант, очень редко. А мелкое яблоко достаточно порезать на 2 части. Ну, опять-таки, это экономия времени, и, естественно, это плюс. Когда вы начнете пользоваться аппаратом любым шнекером, вы поймете, что у вас есть экономия времени в трех процессах. Первое – это подготовка продукта к отжиму. Второе – это сам отжим. И третье – это мойка. То есть обслуживание аппарата. Так вот, двухшнековые обслуживаются долго. Вертикальные в этом плане намного быстрее моются. Так же, как и одношнековые, они тоже быстро моются. Это от одной до двух с половиной минут, в зависимости, какой вы продукт отжимали. Дальше. Производство сока – второй момент. Легкости и скорости. Это будет однозначно побеждать вертикальное всегда во всех тестах. То есть скорость отжима, несмотря на то, что обороты низкие, скорость будет высокая. И вы получите быстро сок при бережном отжиме. И третье – это процесс мойки. Мойка уже сказали, производство сказали. И третий был момент. Подготовка. Что? Ну, подготовка у нас был момент. А, подготовка продукта. Да, на двухшнековых – это мелко-мелко все нарезать обязательно, иначе вам очень тяжело будет давить. На одношнековой – это нарезать на стандарт, то есть это 2,5-3 сантиметра у них кружочки такие небольшие. И вертикальные – это тоже самые кружочки небольшие, от 2,5 до 4. Если не брать слоу-стар. Если берем слоу-стар, нарезается все очень крупными кусками и закрывает легко. Тогда я скажу так, что лично для меня тоже, я прямо сейчас загорелся на слоу-стар, потому что это один еще минус к нашей жизни, которой, так сказать, хватает сложности и времени ни на что не хватает. То есть это плюс большой. Господи, там разница в цене с этой оранжевой, например, модель 808, которая сана, да? Там 31 900, а это 32 900. Ну, слушайте, тысяча рублей за то, что я там… Ну, ладно, кому да. А это еще не все. Да. Это еще далеко не все. Так, а что еще? Дело в том, что все компании конкурируют между собой. Есть такая компания «НАХ», корейская крупная компания. Но почему я, так скажем, не захотел их представлять в России? Потому что они взяли и сделали большое кружко на 8 см. Не 6,2, а 8 см. Но одну деталь делать, да, вот момент, это не значит, что весь аппарат будет хорошо работать. Они сделали, например, большое кружко, но забыли о том, что их двигатель это дело не потянет. И когда вы засовываете туда морковку, она просто у вас не измельчится. Она остановит двигатель, вам нужно будет включать, ну, целиком, я имею в виду, морковку. Естественно, там, не тоненькую, там, на 1 см, а вот нормальную русскую морковку, здоровую. У вас остановится двигатель, и надо будет включать реверс, пока все не вылезет обратно. Потом вы поймете это и будете нарезать, как всегда, мелкими кусочками на 4 части, как минимум, в длину, там, мелкими кусками, значит, эту морковку на досточке, ножом. Зачем это делать, если можно использовать мощный двигатель? Но для того, чтобы использовать мощный двигатель, надо, чтобы этот аппарат стоил дороже, надо разработки делать. Это все сделала компания «Трагист». То есть, она взяла и сделала мощный двигатель, она сделала 3 редуктора на вертикальный аппарат и у нее в комплексе 9 лошадиных сил получалось. Изумительно. Представляете, что соковыжималка с 9 лошадиными силами. Ну, вы знаете, тогда я скажу, что это еще убойный аргумент в пользу этой модели. К тому же, это значит то еще, что она прослужит долго, потому что она не на пределе будет своих возможностей работать у людей. То есть, стремятный. А как вы думаете, Юрий Андреевич, какая гарантия на этот аппарат на двигатель? Слушайте, я боюсь сказать, ну, там лет 5-10, да, что они дают? 10 лет. Ужас. У нее 10 лет гарантии на двигатель, причем в России, у авторизованного сервис-центра. Ну, вот, дорогие друзья, если обращаться к нашим зрителям, если есть, я говорю, возможность финансовывать, даже не думайте. Я лично, вот, сейчас я буду вот это убрать обязательно, потому что плюсы перевешивают, ну, я не знаю, а минусы какие? Собственно говоря, действительно, ты под размер горлышка уже рассчитываешь, кидаешь, будешь уверен, что это измельчится, не будешь мучиться, злиться, что в обратку все надо выкручивать. Во-первых. Во-вторых, вот эти до 9 лошадиных сил, то есть, три редуктора, усиливающие, крутящий момент и усилие, которые в экваленции лошадей с редукторным подходом приводом получается на 9 лошадиных сил. Ну, то есть, при том, да, при том, что тут, вот, ну, помните опыт с Архимедом, когда он ладью, да, там, корабль на берег выкрутил свои силы, за счет чего? За счет вот этих, так сказать, многочисленных усиливающих передач, то есть, различных групп шестерней. То есть, три редуктора, используя здесь, это, скажем, вот эти 200 ватт, которые потребляет двигатель, увеличивает, ну, просто в разы возможность усиливания, если бы не было этих редукторов. И поэтому здесь такой мощный давящий эффект. Плюс к тому, как я понимаю, всего лишь до 47 оборотов в минуту, уменьшенный, значит, оборот, а это значит, что качественный продукт вы получите. Ну, что тут можно сказать? Я лично... Только мелочи, вот, есть же еще целый набор определенных мелочей, которые последние 5-7 лет внедряют в каждый качественный аппарат вертикальный. Это капля антистоп, антикапля или капля стоп, я ее еще называю, это когда вы перекрываете клапан выхода сока, чтобы у вас можно было смешать соки, либо два сока, либо один сок смешать в поджимной корзине. Вот прямо в процессе производства соков вы можете смешать внутри и дать себе сразу уже миксовый сок. Это вот здесь такая функция присутствует? Конечно, конечно. Эти функции, которые я сейчас буду перечислять, они присутствуют во всех самых серьезных аппаратах вертикальных, бренды которых я назвал вначале. А давайте тогда вы перечислите, я поясню для чего, потому что у многих наших зрителей, конечно, какие-то были хорошие в свое время, но там этих нету функций, они, может быть, даже не знают этого. Да, да, это, значит, клапан антикапля и капля стопа его еще называют, которая перекрывает выход сока и дает возможность смешивания продукта и не загрязнения кухни, когда вы сок закончили делать, чтобы вам не капало дальше, не надо было держать стакан, можно было убрать стакан сока и наливать, пить его и не пачкался стопа это. Значит, второй момент это двухлопастной шнек, то есть, когда на первой технологии здесь идет один захват шнека, я сейчас покажу на экране, один захват только с одной стороны, то есть один оборот, один захват, то современные они уже делают два захвата, то есть с каждым оборотом он дважды хватает продукт, это ускоряет захват продукта и за счет того, что сделали они больше витков на шнеке в два раза, за счет этого будет больше усилия на отжиме и, соответственно, вы увеличиваете КПД, то есть все новые технологии, они КПД где-то на 3-5-7% уже увеличивают, вы получите больше сока, меньше жмеха, что тоже очень важно с точки зрения экономики. Разумеется, то есть, да, несравнимо. Дальше, ну понятно, что шнеки должны быть из G-Ultima и только G-Ultima. Китайские аппараты, сразу вам говорю, ребят, как бы вы не смотрели на то, что там рассказывают фирмы о том, что у них все то же самое, но не может китайский аппарат стоить 5 тысяч рублей, я не буду давать рекламу сейчас им, или 15 тысяч рублей, не может стоить вертикальная шнека высокого. Виктор, отлично, вот слушайте, давайте сделаем так, аналогию приведу полезную для каждого, кто сейчас нас будет слышать, да, абсолютно точно, и вот вы, я думаю, согласитесь. Вот я говорю, например, о антиоксидантных комплексах электролизерах воды, да, которые делают, меняют физико-химические свойства, вот как я у меня был ролик, не знаю, смотрели вы или нет, про New Energy, который там безумно дорогой, 10 тысяч долларов стоит аппарат, а есть аналоги, которые мой товарищ производит, ну, совместное предприятие, тоже много лет, и вот он стоит 2000 долларов. Но, казалось бы, тоже много, но я хочу сказать, в чём суть, а в том, что эти аппараты, в отличие от всего остального, ну, должны быть безопасны, а это самая большая опасность в чём? Когда идёт ток электрический через электролизную камеру, то если это не ржавейка, либо любой другой металл, то её на металлы выходят в воду, и человек этим просто травится, это опасно. А почему дороговизна? А потому что только должен быть медицинский титан, который покрывают несколькими слоями чистой платины. Вопрос. Это может стоить дёшево? Это не может стоить дёшево. Кстати, я извиняюсь, что влез в мои исследования в своё время по водородным реакторам и энергетическим ячейкам становились ровно по причине платины. Я сейчас объясню. Я дошёл до того, что моё оборудование полностью работало, и уже устанавливалось я тогда в шестёрку. ВАЗ-2106 устанавливал в восьмёрку. Тогда я, к сожалению, был небогат, совсем, так скажем, скромно жил. И я пришёл к тому, что все ячейки нуждались в постоянной очистке. И единственное, что можно было бы улучшить технологию, это галиваническое платиновое покрытие. На тот момент это были баснословные для меня деньги. Я нашёл институт, который может это сделать. Но я понял, что к моим исследованиям я вернусь только, когда стану материально полностью обеспечен. И когда у меня будут дополнительные большие средства на создание коллектива, команды и продолжение этих исследований. Так вот, в своё время я перешёл на правильное питание и, к сожалению, залезал с исследованием. Кому интересно, группа ВКонтакте, она существует. Она первая в России была создана, где собрано очень много умов. Кто сам это дело исследует? Там нет никакой коммерции, ничего не продаётся, только обсуждение. Вы знаете, мы на эту тему, проводородные вообще вот эти приборы с использованием газобараона и прочее, и дожигание его, перевод в электроэнергию, поговорим обязательно. Вообще, это очень тема интересная. Но, смотрите, возвращаясь к тому, что хотел я это донести по полной аналогии, что вы говорите. Безусловно, цена, то есть, условно высокая, ну, то есть, выше, чем средняя какая-то, она объективна, как правило, всегда. По крайней мере, когда речь идёт про здоровье, например, в том числе, да, это самое главное ведь для здоровья, то здесь нельзя в этом плане. И надо понимать, почему я так лично подробно объясняю, что, товарищи дорогие, какие там вот эти белорусские, вот эти, так сказать, живая-мёртвая вода, какие там... Вы о чём говорите? Ну, не может ни за 10, ни за 20, ни за 50 тысяч быть платиновой электролизной камерой. Они могут быть, во-первых, надёжные, только очень качественные, выпускаются только двумя японскими медицинскими компаниями. Они стоят 90% стоимости всего прибора. И это ваша безопасность. Поэтому не надо про там какие-то... И люди часто при... А вот, вот, вот. Ну, понятно, хотят сэкономить. Вот тут точно такая же аналогия, что если вы хотите аппарат надёжный, безопасный и на здоровье влияющий только положительно, то используйте те материалы, то есть те аппараты, которые созданы из тех материалов, которые обеспечат вас вот этими свойствами безопасности, надёжности и так далее. И вы только кроме радости от такого прибора ничего не получите. Кстати, хочу сразу, ну, может быть так, в завершении вот про вертикальные вот эти выжималки сказать свой дать совет. Вот тут я точно, вот прям по этому разделу дам однозначный свой совет. Я неплохой достаточно аналитик, и к тому же у меня очень много было разных приборов. Я тут сразу по вот этим данным, что сказал Виктор, вижу и чувствую и понимаю. Для меня однозначный вариант только вот этот TriBest Slowstar, значит, по всем, всем, не будем перечислять их более, значит, характеристикам и что вы в результате получите. И кажется вот это, когда вы сможете там для себя или для детей действительно делать то, что сейчас я никогда бы и жена моя не стала заниматься и возиться. Во-вторых, та же быстрая мойка, те же все плюсы, но горловина шире, а скорость и отжим мощный и запас прочности сейчас колоссальный, потому что те самые 9 лошадиных силы это гарантия того, что в принципе, ну, вечно она вас будет работать. Теперь, что касается цены, эта цена, вот поскольку все равно все в долларах измеряется, а 32 900 на данный момент, ну, это, скажем там, 500 примерно так, грубое, долларов, ну, это... 480. Ну, 480. То это очень недорого. Вот, все. Самое интересное, Юрий Андреевич, что все эти цены, они абсолютно дублируются с ценами на эту технику за границей. То есть наша официальная российская цена, потому что это официальная поставка от завода-производителя контейнерным способом, через растаможку, через хранение ответственное в России, через хороший грамотный маркетинг и потом с обязательным авторизованным сервис-центром для поддержки любых проблем и обслуживания в течение всего срока эксплуатации этих приборов, цена остается такая же. В Америке они также стоят, в Европе они также стоят. А если учесть пересылку, то это будет только дороже. То есть здесь политика компаний, грамотных компаний, я не обобщаю все вместе, есть, которые хотят навалиться на своих жителях своей страны, те такие поставщики, но мы стараемся делать так всегда, чтобы цена была всегда ровно такой же, как и за границей. Да, у нас меньше достаток людей, но никто не зарабатывает больше того, чтобы развиваться компанией. Совсем без заработка компания не может оставаться, потому что ей надо развиваться, ей надо вкладывать деньги в следующий бренд. Любой разумный человек это прекрасно понимает. А если сравнить с качественной продукцией какой-то, да нет, ну что тут говорить, тут такие вещи простые уже объяснять даже и не нужно. Вполне логично и разумно. Ну, я, в общем, вывод для себя сделаю, надеюсь, наши уважаемые зрители тоже. Что касается вертикальных одношнековых, теперь можно с полным, так сказать, вот облегчением в этом вопросе перейти к двухшнекам. И сразу у меня такой к вам вопрос. Виктор, скажите, пожалуйста, а есть ли смысл вообще и в каких случаях и вообще зачем использовать тогда двухшнековые, если в принципе, ну, так для бытовых целей? Разно вертикальные. Да, да. Абсолютно понятный вопрос и предсказуемый, потому что у нас в день десятки, десятки просто до ста, наверное, консультации, наверное, происходит и пять менеджеров не справляются с этим. Вот видите, как мы облегчим вашу в том числе задачу данным роликом. Но я, к сожалению, не смогу быстро и качественно так вот в две минуты рассказать, почему двухшнековые. Я постараюсь. Давайте в пять. Смотрите. Опять же, небольшая история о том, как производили аппараты, о технологиях двухшнековых, почему она была вообще в свое время разработана и нужна. Итак, первоначальником всех технологий двухшнековых был Ангел. Компания Ангелия. Нужная Корея. Красавцы, молодцы. Они даже произвели, в свое время разработали коммерческие двухшнековые оборудования, которые стоят гигантских денег. Но, честно говоря, абсолютно не конкурирует с профессиональным коммерческим оборудованием, которое стоит дешевле, более громоздкое и более эффективное все-таки получается. Но они в свое время перевернули весь мир и на бытовом уровне дали понять, что можно купить аппарат, который будет прекрасно выжимать соки из трав, получать там ореховое молоко. И в дальнейшем измельчение можно было сделать, убечь. Масло, конечно, нельзя давить на этом аппарате, но соки можно было получать почти на 90% в КПД. Им за это большое спасибо. И они были на рынке лидерами до, наверное, 2007-2008 года. То есть везде были лидерами. У них единственный блок-конкурент – это Hurem со своей вертикальной технологией. И где-то там подкрадывающийся Оскар со своим одним шнеком и очень доступной ценой по тем временам где-то в 200 долларов. Это мы говорим о семи-восьмилетнем прошлом назад, десять лет назад. Что дальше произошло? Угу. Угу. На мировой рынок пришла вторая корейская компания Kempa, которая сделала уже корпус своего оборудования не из металла, на чем основан весь маркетинг ларифер Кангела, а из пластика. Потому что, по сути, вы не играете в футбол и не возите с собой на дно океана либо в космос корпус от соковыжималки. Он не участвует в отжиме. Он участвует у вас только во внешнем виде на кухне. Угу. И вообще я не сторонник металла, если честно, потому что металл накапливает статическое электричество, магнитные поля, которые у вас присутствуют от холодильника, от электроплиты, от мобильников, радио, все что угодно. И когда вы проводите нежные части руки по металлическому тому же самому ангелу или по другому оборудованию, которое полностью из металла сделано, у вас всегда будет небольшое раздражение, покалывание. Это неизбежно. Я эстетически не люблю металлические из металла все полностью оборудования. Но кому это надо, тот для себя сделает выбор. Идем дальше. Значит, они сделали пластиковую корку, за счет этого снизили стоимость в два раза. И они сделали отжимную часть из пластика, сверхпрочного пластика белого цвета. Это не отжилутим, но у него есть те же самые свойства керамики. Они за наше время работы ломались в пару раз всего только на камнях. Когда тот же самый пернепод попадал в маленький камушек, тогда этот пластик может сломаться. Хорошие производители не дают гарантию, безусловную гарантию. Вот, например, Tribest на свои аппараты дают двухлетнюю гарантию на все детали внутренние. То есть, сетка, пластик, пластик выше шнека, он идет наполовину из металла, наполовину из пластика. Все переходники, колечки, на все это дается двухлетняя гарантия. Некачественные производители не дают гарантии вообще никакой. Потому что их задача продать, а дальше, если что-то где-то ошибся, это твоя проблема, придешь и заплатишь еще нам деньги. Я не буду говорить, кто это. Это остальные, так скажем, бренды, которые неофициально представляются. Так вот, Kempa. В свое время я очень любил Kempa, и первый тоже ее сразу за фермом начал возить в Россию. На этом были целые фанатские сайты основаны. Опять же, не буду делать рекламу дополнительно. Которые прямо боготворили Kempa. Почему? Считалось, что, ну и я объясняю, что на первом поколении невозможно было отжать травы. Потому что они были, первое поколение имеется в виду вертикальных аппаратов, они были высокооборотистые, т.е. там от 80 до 120 оборотов. Соответственно, трава так вспенивалась, что через 100 грамм уже все забивалось, и сок выходил пеной, и даже его не то что пить невозможно, его даже собрать было. А потом вертикальные аппараты, они до сих пор имеют очень большой, как правильно сказать, очень большой отличительной особенностью у них является маленькая КПД на хронеплодах. Почему маленькая и почему на сколько? Например, самый качественный аппарат Slowstar, вертикальный, который мы с вами обсуждаем, имеет максимальное КПД на самое лучшее максимальное КПД – это 60%. То есть, если мы сравним КПД двухшнекового аппарата, у которого 80% на хронеплодах, то на вертикальном аппарате это 60%. И это только при самом лучшем вертикальном аппарате, и это только при самом качественном продукте. А так это где-то 50-55%. Двушнековый аппарат хронеплода – это 70-85% КПД из хронеплода, потому что технология подразумевает предварительное измельчение продукта и отжим между двумя шнеками и одновременно обсеткой. То есть, мы сразу столкнулись с первым плюсом – это более высокий КПД получения сока на хронеплодах. И второе, а второе сразу минус, ну сразу прям параллельно, это то, что их дольше мыть, во-вторых, с двухшнековыми… Вы рассказываете как хозяина одного из таких аппаратов. Очень приятно, что помогает. Теперь дальше. Значит, минус тот, что… Около 5 минут. Да. Потом минус… Но 5 минут – это на, так скажем, ангелы. Все-таки двухшнековые от Трайбес, они сделали сетку с легким подходом щёточки и достаточно маленького по своей площади, поверхности. То есть, если ангел я мою 7 минут где-то, то с Трайбес Гринстарлиф я бы мыл минуты 3,5-4. Да, дольше. Да, это напрягает по сравнению с вертикальными. Но не так, как старые, так скажем. Ну понятно. Потом минус, понятно, место больше. Это, понятно, тоже занимает… Место больше, значительно даже больше, чем одношнековое горизонтальное. Поэтому я могу так сказать. Тот, кто покупает двухшнековый аппарат – это фанат. Это фанат здорового питания до мозга костей. Это тот, кто должен осознавать, зачем ему этот аппарат. Я очень не люблю, например, консультировать и менеджеров учу не консультировать, стараться объяснять, попросить, посмотреть видео сначала. Подготовиться хоть немного, когда люди звонят и говорят, а в чём разница вот этой двухшнековой от центрифужной? Это просто пропасть. Пропасть между… даже есть пропасть между вертикальной и двухшнековой. Но, когда говорят центрифужной, люди абсолютно неподготовлены. Ну, давайте тогда расскажите о вот этих всё-таки достоинствах, плюсах двухшнековых соковыжималок. То есть, я так понимаю, это, во-первых, скорость, то есть, больший объём за единицу времени произведённого сока выше КПД. Ну, а минусы тоже есть. Это громоздкость, мыть дольше. Об этом мы потом поговорим. Скажите тогда о плюсах, о достоинствах двухшнековых. Зачем они нужны? Чуточку поправлю. Скорость у них – это меньше, наоборот, в производстве. А плюсы у них… Первое – это намного больше КПД. Ну, так. Соответственно, больше сока, меньше жмыха во всех продуктах, которые относятся к корнеплодам. Это морковка, свекла, всякого рода корешочки. А на ягодах и на цитрусовых это не имеет значения? Что вертик? Абсолютно не имеет значения. То же самое КПД, то есть, не ниже и не выше. Причем работать с ягодами, например, на двухшнековых аппаратах, или работать, например, с яблоками, которые не совсем дубовые, сочные, твердые, таких твердых сортов, это намного более неудобно на двухшнековом аппарате, потому что надо постоянно это проталкивать, а там есть определенная, создается такая кашица, которая может лезть назад. Именно. И надо использовать... А? Именно так. Именно вот это вот большой минус... Да, да. Это минус небольшой, да, но раз уж мы сказали о высоком КПД, надо сказать и о стандартном КПД на остальных продуктах, но более неудобном отжиме рыхлых продуктов. Например, томаты на двухшнековой совсем мне не очень нравится отжимать. Почему тогда я в свое время, будучи приверженцем из цароедения, купил именно себе следующий второй аппарат, это было именно двухшнековый, несмотря на то, что у меня уже был в тот момент вертикальный аппарат. Интересно. Как оказалось неплохой. Интересно. Потому что только в двухшнековой технологии возможно производство молочка из замоченных семян. Не масло из семян, а молочка из замоченных семян. Самый простой вицеф – это мы приобретаем пшеницу, замачиваем ее, она прорастает у нас без всяких проращивателей, просто вот в лоточках, похожих на кошачий туалетик, рифторевский. Да. Она хвостики пускает, и мы ее вместе с водой, вот эту вот пшеничку, которая через 12 часов пустила хвостики, мы ее перебрасываем в суховыжималку двушнековую и отжимаем на мелкой сеточке. Что мы получаем в итоге? У нас получается сухой жмых, который сбрасывает всю шелуху, вот эту вот оставшуюся, а всю внутрянку, то есть все те активированные витамины и минералы, которые только что проснулись в зерне, которое пустило хвостик, мы получаем в виде молока белого цвета. И есть даже небольшой видеоролик, именно посвященный, мы сняли в офисе по многократным клиентским просьбам, буквально там на полминутки, который показывает, как шнековый аппарат делает именно молоко из семян. Больше никто это сделать не сможет. Что будет, если положить эти замоченные семена в вертикальный аппарат? За счет того, что шнек один большой и со всех сторон окружен большой сеткой, там будет сильное, так сказать-то попроще, что произойдет процесс образования смолы из замоченных семян. Потому что из нее выйдет жидкость, но она сама не выйдет. У одношнековых аппаратов для выхода используется маленькое в сеточке отверстие. Я могу показать, вот здесь видно, очень маленькое отверстие. А в двухшнековых аппаратах полностью каждый шнек, это и есть конец его носик, это и есть отверстие. И там намного легче выпустить этот шмых. А если легче выпустить сухой шмых, значит это можно производить. То есть в вертикальном аппарате в любом замоченные семена остановят двигатель, могут повредить аппарат. В двухшнековом горизонтальном молочко из замоченных семян это первое, почему надо покупать этот аппарат. Второе, это увеличенное КПД на корнеплодах. Кто пьет часто овощные соки. Ну и у этих аппаратов самая высокая гарантия на двигатель 12 лет, то есть это сверхдолговечное оборудование. Да, оно дольше собирается. Потихонечку перейдем к минусам. Да, оно дольше отжимается соки. Надо нажимать рукой с плечом, чтобы протолкнуть эти продукты в сок нажималку. Ее дольше мыть. Она дороже стоит, но те, кто понимает, то есть фанаты сыроедения, те, кто понимает, что она может сделать, что она может сделать, например, из орехов, используя, например, насадку для измельчения, какая почти ореховая паста получится там, они этот аппарат все-таки приобретают. Да, их покупают редко, но их покупают фанаты. И если вы не разбираетесь в этом, и у вас нет, например, в будущем такого-то огромного желания перейти на сыроедение или начать питаться с вот такими минеральными витаминными добавками, колоссальными, да, как молочко из семян там, или молочко из орехов, или урбеч тот же самый, то я вам не советую приобретать двухшневый аппарат. Не тратьте деньги, возьмите вертикальную, которая будет удобнее. Да, о которой мы говорили. Кстати, есть еще один минус, это то, что резать надо маленькие-маленькие кусочки, в отличие от вот той модели. Вот, это еще один. Да, абсолютно. Так, а теперь смотрите, ведь молочко, в принципе, можно приготовить, используя хорошие блендеры, то есть из тех же замоченных орехов, допустим, по большому счету. Да, вы правы. Только для того, чтобы произвести это молочко на блендере, во-первых, у вас будет очень большое металлическое воздействие. Это правда. Вы окислите и воздухом, смешивая ваш продукт, и металлом. Очень сильные будут идти окисления. Это да. Это да. Соответственно, после как вы это одожмете, вам нужно будет следующую процедуру провести. Это найти специальный мешочек, который надо будет время от времени покупать, менять заново, и в этот мешочек перелить эту жидкость, потом некоторыми там танцами с губном это отжать эту часть, и остаток, который все равно вы руками никогда не выжмете, как соковыжималка это делает прессом, этот остаток вы уже можете использовать в дегидраторах, либо выбросить, если вам он не нужен. Он будет обезжиренная клетчатка от орехов останется. Или выпить так, или можно просто выпить так, то есть вместе с клетчаткой. Можно, но это будет не молоко, а водичка. Потому что, представьте, сколько надо будет добавить воды, чтобы блендер сделал из этой воды молоко. Там будет все... Понятно, понятно. Профессиональнее и как бы технологичнее само собой. Да, я согласен в этом. Даже вертикально можно делать ореховое молоко, никаких проблем. Для этого очень простая технология. Вы замачиваете любые абсолютно орехи без кожуры, естественно. Да, да. Где-то от 4 до 8 часов в воде. Иногда это надо воду слить один или два раза. Ну, например, мои любимые у меня миндальные орехи. Но вот люди любят больше грецкие. И лесной грецкий орех, да. И вот грецкий орех, он дает такую горчинку, выделяет из своей кожицы, которая уже под шелухой, под твердой. И воду я советую сливать и использовать чистую воду уже, когда вы отжимаете молоко. Вы подаете замоченные орехи и сразу же добавляете воды. Каждый раз. То есть, немножко орехов, немножко воды. Немножко орехов, немножко воды. И вот этой вот водой вы регулируете жирность вашего орехового молока. И можно отжать с маленьким количеством воды, но у вас оно такое будет жирное, что вы даже это выпить не сможете. Я уже не говорю про то, чтобы это употреблять там ежедневно. Просто не получится выпить. Сразу может стошнить, либо встанет в горле. Даже без песочка, настолько оно жирное будет, это молоко. Поэтому я советую регулировать водой, сколько надо, столько идей. Ну да, да. Это можно сделать в одношнековой, да? То есть, вертикальной вот этой. Любой. Абсолютно можно сделать, в любой шнековом оборудовании можно сделать ореховое молоко. Но молочко из замоченных семян можно сделать только в двухшнековых аппаратах. Понятно. Именно. То есть, речь у нас идет, что незаменимое, если из замоченных семян будет кто-то делать молочко, и это ему нужно, и он считает это важным для себя, то в этом случае, конечно, ему не обойтись без двухшнековой соковыжималки. Правильно? Да, все верно. Угу. Ну понял. То есть, в принципе, если человеку это не надо, ну по большому счету, на данном этапе, или он скажет, ну а надо будет, ну куплю еще потом там, будет две у меня там стоять, на всякий случай, то тогда, да, ему есть смысл взять действительно вертикальный одношнековый, вот в принципе, о котором мы говорили, где я вот сказал, что действительно вот этот вот Tribest, да, Slow Star 2000 это оптимальный вариант. Что ж, ну я согласен, да, тогда так. Так, что у нас с вами мы сейчас на данный момент разобрали? Смотрите, хотели мы с вами изначально до нашей с вами встречи обсудить сегодня все разные виды изделий, которые нам нужны в быту, но это мы сделали за один раз, видите, все-таки стали более подробно объяснять, ну а как же без этого, люди оба увлеченные, и нельзя было подробнее не рассказать, не пояснить. Поэтому, я предлагаю действительно сегодня именно на стоковыжималках ограничиться, а следующую нашу беседу уже записать, например, по блендерам и маслопрессам, а третью, например, мы возьмем на все остальное. Вот, и сейчас, думаю, давайте мы с вами в завершении, перед тем, как мы скажем нашим уважаемым зрителям, как же это все теперь можно заказать, приобрести и получить, мы последнее такое завершающее слово по разделу вообще соковыжималок. Что бы вы хотели сказать, ну, как бы, может быть, вот это вот все компилирует, так сказать, вот в завершении от себя? В завершении, я хотел бы еще сказать пару слов буквально на двух шнеках. Давайте. О том, что финансовый показатель, да, если аппарат стоит 150 или 100 тысяч, это не показатель его качества. Есть все-таки оборудование, которое можно посоветовать, как специалист, когда ты разбираешься, а есть то, которое создано для премиум людей, которым просто нужно куда-то где деньги свои, и у них их очень много. Я вот из двух шнековых аппаратов могу выделить Greenstar Elite, модель 5300, который бы я сейчас приобрел. Они производятся последние пять лет, извините, семь лет, и уже имеют пять модернизаций, которые полностью их изменили. То есть и шнеки, и двигатели, и обороты, они согласно тенденции меняли. Что касается никаких ангелов, то я в них разочарован, простите, я сейчас их от себя лично посоветовать не смогу, и своим ангелом я уже давно не пользуюсь, потому что он неудобен. И я тоже не пользуюсь. Есть видео интересное в интернете, кому будет интересно, можете набрать «Вся правда о сухоложимах ангел». Я рассказываю там подробно, почему технология именно ангелов уже немножко неактуальна. Что касается Кемпа, не могу ничего сказать ни плохого, ни хорошего, потому что это очень, по-моему, такой страшный внешний вид у них, они не меняли свой дизайн уже больше 12 лет, ну и технологии у них остались так же, как и у ангела в десятилетней давности. К сожалению, то есть, есть бренды, которые вкладывают деньги в развитие и делают, улучшают свои аппараты, либо выпускают новые. А есть те, которые производятся уже 20 или там 15-9 лет, без каких-либо обновлений абсолютно. даже не меняют цвет. И проблемы, которые есть в этих аппаратах, например, там, поломка на каких-то гранатовых лосточках, или плохо работающий рейлерс, или там носик, который не создает правильное давление на выходе жмыха, нельзя регулировать его подкручиванием, или клевание, например, вперед цикловыжималки из-за плохой устойчивости не выдвинутых ножек. То есть, вот эти вот все мелочи эксплуатационные, они, к сожалению, остаются, если в это не вкладывают средства и инженеры на компаниях-производители. И вы бы что... Да? Да? Простите? И вы бы что тогда все-таки могли бы посоветовать из... Из-за того, однозначно на данный момент. На данный момент это, ну, грубо говоря, 1 июля 2016 года. Если пройдет полгода и Ангелы, либо Кемпа, либо какая-то новая компания. Например, я знаю, что вскоре на рынок нам появятся Америки двухшнековые. Это американская, полностью американская разработка, которая там же производится, не в Корее уже, а в Америке. И они должны быть доступнее, чем Гринстар Элит, но послабее немножко по функционалу и по КПД. И тогда людям, возможно, я смогу порекомендовать что-то новое. Опять же, это наш разговор на данный момент времени. Пройдет время, некоторые аппараты могут устареть, некоторые появятся как новые. Я прошу привязываться к нему в ближайший год-два, но дальше может ситуация измениться, и мы с удовольствием с вами пообщаемся. Да, конечно, будут новинки выходить по разным направлениям. Мы можем просто делать такой обзор новинок рынка, скажем, два раза в год. Ну, предположим, там, да? Просто чаще, я думаю, смысла нет. Вот, что касается вот этот TriBest компания, то есть, вот, есть две модели 49900 и 53700. Собственно говоря, если можно, пару слов, только тогда, какие преимущества у более дорогой, чуть более дорогой? Ну, очень простая разница. Модели абсолютно одинаковые. У модели 5400 есть коробочка, которая включает в себя специальные пластиковые шнеки для производства лапши из теста. То есть, для сыроедов это абсолютно не нужная коробочка. Ну да, но нас смотрят не только сыроеды, тут и веганы, и те, кто... То есть, лапша из теста? Лапша из теста. Не путать с лапшой из овощей, которые вы в начале разговора упоминали. Спиромат, я называл, и спирувайзеры. Об этом мы поговорим в следующей передаче. Обязательно поговорим, потому что это интересует. Это лапша из теста. Да, это лапша из теста. И получают лапшу необходимой формы. Лапши резко, так скажем. Если вы не будете производить домашнюю лапшу, то смело берите модель GSE 5000. Отлично. Это очень понятно. Чем проще и понятней, тем легче человеку отбросить ненужное ему. Вот. В данном случае все очень просто. И еще один момент. У модели Green Star Elite в комплекте и 5000 уже находятся все четыре насадки, которые могут существовать для двушных аппаратов. Это насадка с мелкой дырочкой, с крупной дырочкой. Это насадка измельчитель, в том числе, который может выдавливать хлебные там палочки. Это измельчитель, он может делать то же самое, фруктовые каши, урбеч. И это насадка мясорубка, которая делает не измельчение по конусу, по кругу, а измельчение только в шнеках и выбрасывает это вниз. Ну, кому это надо? Пожалуйста. Все-таки производитель переживает за то, чтобы это был максимальный функционал. Но, хочу привести небольшую аналогию с тем же ангелом, у которого каждая насадка стоит по 14-15 тысяч рублей. Ее надо покупать отдельно. Да. В данный момент. Все-таки, я бы хотел, чтобы клиент, который купит аппарат, отдав 50 тысяч рублей с 9900, у него было все уже, все, что нужно у него в комплекте. У этого аппарата Crystal Elite GSE 5000 все в комплекте. Да. Все виды насадок, измельчителей и разных видов сеток для соков с мякотью и без. Это здорово. Какая гарантия там идет на двигатель? 15 лет идет гарантия на двигатель и два года, в отличие, кстати, от тех вертикальных, одна шнека, и два года на все внутренние детали отжимные. То есть, это на шнеке, это на сетке. При этом, авторизованный сервис-центр не будет разбираться, по какой причине он задаст вопросы для статистики, но он никогда не откажет клиенту в замене, даже если это будет ошибка клиента. Угу. Потому что запчасти стоят, ну, там, сеточка или там шнеки, они стоят не тех космических денег, которые стоят там из металла, созданные вот оборудование, уставившее катекану. Ну что ж, да, понятно, понятно. Это меняется без вопросов, если что-то ломается. Но, честно говоря, если человек не ошибается, это не ломается. А ошибки, они людям свойственны, это нормально, поэтому всегда в авторизованных сервисцентрах всегда люди понимают и сразу же меняют. Никаких ожиданий по закону 45 дней с отправки аппарата куда-то там в Южную Корею, или в Америку, или в Европу, в зависимости от правительства. Ну понятно, нету. То есть это по-человечески. 90 процентов. Это тоже. Типография вашей сломанной детали и серийный номер. Даже документы, которые клиент получит от магазина, например, заказав этот аппарат у вас, они ему не нужны для получения гарантии. Он гарантию получит по серийному номеру своего аппарата. Понятно. Понятно. Это очень большие преимущества. Ну что же я скажу тогда. Трайбест действительно, смотрите, и одношнековый вертикальный, великолепный какой аппарат, который я просто для себя уже вот запомнил. И даже облегчение в том, для меня лично, что я просто другие отбросил, поняв его преимущества. То есть для себя я однозначно решил по одношнековый вертикальный. Что касается вот Трайбеста, вот этот Гринстар, то есть действительно тоже хороший аппарат. Вполне. Тем более, что он сколько? Раза в три дешевле Ангела, по-моему, выходит там, ну грубо говоря. Ну, если брать с насадками, то в три раза. Да, с насадками, разумеет. Ну а как же. И в четыре раза больше гарантия. И в четыре раза больше. Ну да. То есть вот вам и все. У меня тоже стоит Ангел, я им не пользуюсь, поэтому лично для меня, поскольку все-таки двухшнековые есть, а покупать как бы, ну новую только для там семечек, так сказать, для озерен, вернее, пророщенных, пшеницы или там овса, неважно, я не буду. Поэтому я для себя лично вот Трайбы с вертиками одношнековые возьму. Плюс я вижу огромные лично для себя тоже преимущества в надобность как бы покупки в прессовой соковыжималке, которую можно гранаты для удобства и для вкуса просто, вот так сказать, без косточек, да, выжимать для детей также, опять-таки, которые будут противно там от, значит, горечи небольшой, там как бы не объяснишь. Вот. Я беру лично и знаю точно, что ручная вот это полностью из... Z710. Да, да, и возможно, возможно, для, как бы, так сказать, если мы будем заготавливать, вот скажем, в больших количествах вот только травы для определенных своих рецептов, там я возьму, возможно, вот эту соковыжималку за 14900, которая, так сказать, именно вот по травам, да, одна из лучших, ручная тоже, мы про нее с вами сегодня. все аппараты будут хорошо делать, например, перечислить травы, но там будет это делать в коммерческих масштабах. Да, да, вот так, ну и, пожалуй, по, если мы говорим о горизонтальных, одношнековых, то, тут давайте еще раз все-таки каку, если уж на чем-то одном остановиться, то... Здесь, здесь, хороши будут саны, если вы будете сана 707, сана 606, если вы будете в дальнейшем хотите ее модернизировать до производства на ней же масла, купить насадку маслопресс, или будут великолепные Solo Start 3, уже проверенные, или новейшие Solo Start 4, Solo Start 3C и Solo Start 4C, если вам нужна насадка для ручного привода, чтобы ваш электрический аппарат за секунду превратился в ручной. Да. Либо, значит, вы берете просто ручную, ручную соковыжималку и берете просто, действительно, если уж масло, ну, дело такое серьезное, берете уже тогда сану вот 606, либо вот другую модель, вторую. Да. И тогда тут можно вот что сказать, что, что касается маслопрессов как раз, и, значит, уже давайте тогда соковыжималки, это мы с вами разберем в следующей нашей передаче. я думаю, нашим зрителям будет интересно узнать также обстоятельно, подробно, со всеми за и против, по-человечески, по совести, что называется, как для себя, услышать ваше мнение, как бы нашу беседу, то есть доводы, плюсы-минусы, вот, и об этом мы вскоре поговорим. Ну, а теперь давайте расскажем нашим зрителям, как же они теперь смогут все это заказать и получить. Вот человек зашел ко мне на сайт надgar.com, он видит, собственно говоря, раздел, который называется, значит, приборы для, техника для кухни, раздел, он зашел, например, в соковыжималки, нажал на раздел, подраздел соковыжималки и видит там разного, вот типа, ну, он выбрал, он уже понял для себя, посмотрел наш ролик, дополнительные ролики, посмотрел наше видео, да, и понял, что он хочет купить, например, вот этот соковыжималку, например, там, вертикальный S-W-2000, во-первых, не обязательно, чтобы он хотел только один прибор купить, он может скомпоновать несколько, например, добавить там, маслопресс или добавить себе дегидратор, в этом нет никакой проблемы. Конечно. Я хочу сообщить, что, так как ваша компания является с этого момента нашим официальным дилером, то вы будете иметь все те же самые ваши клиенты, будете иметь все те же самые преимущества, что и наши. Да. Соответственно, что это значит? Это значит, бесплатная доставка всей техники, которая дороже 50 тысяч рублей, но это, по сути, вся техника. Вся, да, конечно. Абсолютно вся. Значит, по всей России и по всему миру. Единственный момент, что по миру это мы обсуждаем любые страны, но туда уже нужно немного более кропотливо разбирать момент доставки. Если мы обсуждаем Россию, Казахстан, Белоруссию, то здесь доставка производится обычными транспортными компаниями, если мы говорим не о крупных городах Москве и Санкт-Петербурге. Давайте с простого. Вы житель Москвы, в Москве, вы получите аппарат либо в день заказа, либо на следующий день в Москве или в Московской области. Если вы житель Санкт-Петербурга, вы однозначно получите в день заказа, потому что город поменьше пробок здесь. Поменьше мы, кстати, главный офис нашей компании в Санкт-Петербурге находится, но склады находятся и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Отлично. И в магазине. Поэтому у нас в этих городах работает собственная курьерская служба со своими обученными водителями, и когда ваш клиент сделает заказ на вашем сайте, в этот же день либо на следующий по Санкт-Петербурге либо в Москве, ему доставят товар на дом, либо в офис, обученный курьер. Что это значит? Помимо того, что вам доставят, клиенту, да, доставят товар прямо вам в квартиру либо в помещение, то есть его поднимут, не где-то там на улице приходите, забирайте, расплачиваетесь, а прямо к вам в квартиру, вы по вашему требованию как клиент можете попросить показать работоспособность прибора. То есть, прибор распакуют у вас, покажут, что все детали новые, покажут, что у вас все документы, заполненные гарантийные листы с печатями, либо поставят при вас в печати, либо они уже будут заполнены, и включат аппарат в розетку, правильно его собрать, потому что, если техника сложная, если неправильно собрать, он даже не заработает. Конечно, наши курьеры обучены, поэтому они собирают правильно, аппарат заработает, клиент убеждается в том, что он не просто так отдал деньги, у него новое оборудование с абсолютно полным комплектом документов и работающие на его глазах. Единственное, что мы запрещаем работать с продуктами. То есть, это уже аппарат будет не новым. Вот до этого момента аппарат проверили без продукта, без жидкостей, и в этот момент клиент может в городах с курьерской доставкой, то есть Петербург, Москва, Московская, Ленинградская область, может оплатить наличными при получении. Он будет убежден во всем, спокоен, и курьер, получив оплату, покидает уже вашего клиента. Что касается городов, которые, или сел, или поселений, которые там, деревень, находятся вне таких вот двух крупных столиц наших, Питера и Москвы, предположим, вы из Краснодара. Туда все посылки по городам России, Москвы и Питера отправляются транспортными компаниями из главного офиса, главного склада в Санкт-Петербурге. Соответственно, например, в Краснодар доставка будет за двое суток. Транспортные компании, у нас около десяти контрактов с различными транспортными. Самые ведущие это Байкал-сервис, деловые линии, и некоторые другие, которые мы используем, когда туда не ходят другие. Севертранс, например, в Краснодаре воде Кавказ доставляет посылки, Кит и Энергия хорошо работают в Беларуси и Казахстаном. Туда где-то доставляется за четыре или шесть дней посылки. И как получается с транспортной компанией? В крупных городах эта доставка идет прямо на клиента, то есть на его адрес. Единственное, что курьер там, конечно, ничего уже, как в Питере и Москве, не будет ему вскрывать, а просто передаст посылку. Да. И вне крупных, то есть совсем маленьких, каких-то деревнях, населенных пунктах городского типа, там нужно будет получать посылку с адреса транспортной компании в вашем городе. Все это происходит очень просто. когда заказ появляется на вашем сайте, в течение десяти минут звонит наша служба логистики и обсуждает с клиентом, с вашим клиентом способ доставки и способ оплаты. Еще раз уточняет стоимость, уточняет срок доставки. Предварительно, увидев этот заказ службы логистики, не вслепую звонит клиенту, она сначала изучает, какие самые быстрые и самые экономичные способы доставки. Иногда клиент может сказать, а мне нужно за три дня доставить в Новосибирск. И мы начинаем искать авиадоставку. Да, стоимость доставки при этом увеличится, но это пожелание клиента. Клиент может сказать, чтобы ему доставили, например, в Москве в определенный час, в определенное время. Мы не просим за это увеличение стоимости, но идем на уступки и делаем все, чтобы была доставка именно так. А если нет, то обычно этот промежуток около двух часов. То есть, вот в этот промежуток клиент должен будет получить свой товар от курьера. Что касается оплаты. Здесь десятки способов есть, как электронные переводы на Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, так и есть переводы из других государств. Это система Корона, это переводы через контакт. Система близко. Это все специальные переводы, где даже тот процент, который берется за перевод, то есть полтора процента, мы компенсируем, как компания-поставщик, чтобы клиент заплатил ровно ту стоимость, которая стоит аппарат. Вот представьте, вы находитесь в Владивостоке, хотите перевести деньги, например, просто по Сбербанку, стандартная система. Вы потеряете на этом один процент. А если это оборудование строят в комплексе или один аппарат 50 тысяч рублей, но это неприятно 500 рублей взять и отдать в банк. Наша компания это все компенсирует. И, естественно, доставка будет бесплатной. Максимальные сроки доставки в самые дальние регионы это где-то 9-10 транспортных компаний. При этом, я знаю, как вы работаете со своими товарами, хочу рассказать, как наша компания будет поступать с вашими клиентами. когда посылка организовывается заказ, после согласования со службой логистики, она передается и получение оплаты, например, потому что дальние регионы это обязательная предоплата стопроцентная, а оплатить наличными либо по карте можно при получении можно только в Санкт-Петербурге и Москве. Это, кстати, тоже важный момент, чтобы люди знали. Так вот, когда уже все сформировано, заказ, например, оплачен, отправляется в какой-то город России, предположим, там, не знаю, Ростов, и передается на склад команда для начала подготовки. Что это значит? Достается товар, проверяется его внешний вид у коробки, потом проверяется комплектация, это все делается под камерами и любой клиент, если ему что-то не понравилось, и что-то ему не дошло, может всегда попросить, ему предоставят видео, как собиралась его посылка. После того, как все проверено, мы кладем документы на аппарат, ставим печати в гарантийных листах и все это начинается упаковка. Что такое упаковка для нас? Я работаю уже больше шести лет и я знаю, как работают различные компании, типа Почта России, да и транспортные компании тоже зачастую. Это отдельная больная тема всех. Очень больная. Мы с Почтой России не работаем из принципа. Мы работаем с Почтой России только если нам надо отправить что-то на 200 грамм в тройной коробке. И только потому, что, например, больше в этот регион или деревню больше ничего не может дойти, кроме почты. Вот только в этих случаях особенных мы работаем с Почтой. А так только транспортные компании. Почему? Во-первых, скорость доставки в основном это 3-5 дней в любой город России. То есть кроме самых-самых-самых дальних регионов Сибири. Во-вторых, это всегда страховка посылки. То есть, если посылка повредится в дороге, либо потеряется, вопросов клиента к нам не будет никаких. Мы извинимся, сделаем подарки и отправим новый аппарат сразу же, как только узнаем об этой ситуации. Такое бывает раз, может быть, в два года, но, к сожалению, это неизбежно, это человеческий фактор. И это все-таки Россия, в которой что-то знает, что может произойти. Так вот, вопросов не будет. Все товары застрахованы в процессе отправки. Это все видно в документах, которые мы предоставляем клиенту по требованию. Если ему это нужно, он дает запрос после отправки, говорит, хочу документы, и ему предоставляются на все номера транспортных компаний и скан документов по его конкретной посылке, чтобы он мог сам позвонить и спросить транспортную компанию, где моя посылка, моя фамилия такая-то, номер накладной вот такой-то, такой-то. Ему скажут, ваша посылка тогда-то вышла, тогда-то будет, ожидайте тогда-то звонка от нашей службы и потом, например, доставку вам на адрес. По крупным городам, опять же, доставляют прямо по адресам, не надо будет ездить на какие-то транспортные компании, стоять в очередях. Вышли из дома, забрали, пользуйтесь. Как идет процесс упаковки? Это отдельная моя больная тема, я сам лично этим когда-то занимался, когда компаний не было, когда я сам один это делал, помните, в начале разговора мы это обсуждали. Да. Тысячу раз у нас были проблемы, повреждали посылки, причем повреждали не только люди, а повреждали погодные условия, например, дождь, например, влажность, после чего картон теряет прочность свою и, соответственно, при любой перегрузке и под любым весом сверху, например, что-то могут поставить, сразу же ломался внутри, там, детали какие-то аппарата, носики обламывались, корпус мог треснуть. Такого больше никогда не будет, уже много лет такого не происходит. Почему? Мы делаем дополнительную коробку для каждого аппарата. Если аппарат приходит не в двух коробках, сразу, потому что качественные аппараты, Трайбест, все свои оборудования, все идет в двух коробках. Идет коробка транспортировочная с крепкого коричневого картона, а вторая уже глянцевая, тоже крепкая, но продажная коробка, которая как бы в магазине должна поставить. Все коробки в двух коробках. И если аппарат идет без двух коробок, мы берем, делаем свою коробку со своего прочного картона, а после этого кладем туда все товары, даже если там несколько или один, неважно. Зачастую любим делать людям подарки, там керамические ножи, цифровые весы, какие-то мелочи по дому, которые очень, бывает, пригодятся. И после этого кладутся все документы и идет упаковка в эту коробку. Это не все. Дальше обтягивается строительным стретчем, прозрачным, для того, чтобы полностью сделать полную геометичность. Хоть ты из ведра на него лею водой, или снег на нем будет лежать. Ну, конечно, такое не допускается, но вдруг такое произойдет. Там машине где-то дырка будет в ее тене, тент автомобильный, да, и будет капать там всю дорогу пять дней. Зачем нам это надо? У нас все будет защищено. Но, и это еще не все. Еще обтягивается черным стретчем строительным, для того, чтобы на всякий случай перевозчики, грузчики не знали, что там внутри, и не было желания туда залезть, чтобы избежать, так скажем, варианта негативных действий человеческого фактора транспортировщиков. То есть идет двойной стретч, например, для более сильной геометичности, для того, чтобы никто не знал, кроме заказчика, что там лежит. Сверху наклеивается фамилия и город назначения. Это для транспортных компаний, это их требования. И вот в таком виде, только в таком виде передается нашим же собственной приездкой службы на адрес транспортной компании. И это абсолютно бесплатная доставка, если товар стоит более 5000 рублей. Так что, я думаю, что ваши клиенты будут также довольны всей этой системой. Не сомневаюсь, то есть более чем скобулезнейший подход и надежность тут близкая уже к 100%. Теперь смотрите, что я хочу сказать, дорогие друзья. Вы, как делаете теперь заказ, проще буквально за минуту скажу. Вы заходите ко мне на сайт nadgar.com в соответствующий раздел. Выбираете, скажем, соковыжималки плюс другие нужные вам товары и присылаете прямо на указанную почту электронную перечень, например, соковыжималка такая-то, это такое-то, значит, там, дегидратор такой-то, и пишете, что я, город, Магнитогорск, например, там неважно адрес такой-то, индекс такой-то, фамилия, имя, отчество, телефон сотовый и городской, если есть, если можете дать, для обратной связи. То есть, все данные, которые необходимы для той или иной транспортной компании, максимальные, подробные, чтобы не было лишнего времени у нас, у вас не тратилось на переписку, а вот пришлите еще это, пришлите это, значит, присылаете все. Значит, пишите ваши пожелания, что когда бы вы хотели получить диапазон временной, дни недели, ну, допустим, что терпит это вам или не горит срочно вы хотите, или вы можете, там, например, 3-5 дней подождать, или 10 дней, вот, значит, и после этого отсылаете это письмо с вашим, соответственно, вот этим заказом. Моментально, в ближайшие, там, минуты, максимум, там, час, это поступает на обработку в главный офис, склад компании, и с вами в этот же день связываются, уже пишут, когда, что будет, выполним ли мы вашу, так сказать, вот, просьбу и, так сказать, все прочее остальное сразу вы информацию получите. То есть, ну, и дальше вы сможете уже контролировать свою посылку, так сказать, выбрать форму оплаты, знать свой номер, что идет вам, что вот тогда-то вы получите, ну, и обратная связь всегда с нами есть. Вот. Все ли правильно я сказал, Виктор? Правильно? Я маленькие пометочки такие сделаю. Давайте. У нас клиенты все-таки важные, и я очень люблю и уважаю, и клиент всегда прав, поэтому мы стараемся максимально облегчить систему заказа. Иногда достаточно, чтобы клиент просто выбрав товар, оставил свой номер телефона и имя. Ну, что ж. Всю остальную работу сделает наша служба логистики и менеджмента нашей компании. Да, это такая дополнительная услуга. Некоторые любят поговорить по телефону, сказать, что он хочет уточнить что-то, может быть, дополнительную консультацию получить, это неважно, но для заказа достаточно номера телефона. А дальше мы уже оформим все сами. А, ну что ж. Если вы хотите дать все данные, то есть город указать, город указать данные для транспортной компании, кстати, для транспортной компании нужна фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта конкретного получателя. Да, конечно. Это вот все данные нужны. Сотовый телефон, естественно, чтобы связался с операцией транспортной компании. И адрес, куда нужно будет сделать доставку по городу. То есть вот какие нужны данные для транспорта. Но это все клиент не должен переживать, потому что если каких-то данных не хватает, наши службы логистики всегда свяжутся мгновенно в рабочие часы с 10 утра до 8 вечера, ежедневно, кроме воскресенья, мы так работаем. И все данные эти уточнят лично уже с вашим клиентом. Самое главное, чтобы он сделал свой правильный выбор, основываясь на своих собственных обсуждениях. Ясно. Значит, это дополнительное вот такое действительно удобство и услуга для клиента. Это здорово. То есть, тем не менее, я хочу попросить, для кого это, так сказать, не будет проблемой составлять, напишите сразу все свои данные, все, что вы хотите, и это, конечно, будет всем проще. Но если вы захотите действительно уточнить или у вас будут вопросы, спорные моменты, сомнения, напишите, может быть, в двух словах, и вам, конечно, расскажут все и позвонят про то или иное оборудование, еще раз объяснят какие-то подробные, более подробные, может быть, нюансы. Безусловно, не стесняйтесь, вот тем более сам начальник, директор, хозяин компании, вот, Челикин Виктор это говорит, значит, ну, великолепно, такая вот дополнительная возможность у вас есть. Вот, теперь, значит, все мы, в общем-то, для начала действительно оговорили, очень подробно рассказали все нюансы, чтобы люди не переживали по доставке. То, что касается транспортных, действительно, проблем, да, я вижу, здесь они почти на 100%, нельзя на 100% всегда говорить, но почти исключены, потому что почта России, это, конечно, особая штука, мы с нашими продуктами, тем более это, в отличие от техники, все-таки портящиеся товары, и там особая упаковка идет, и мы настрадались так, что мы паковали до того доходили, что те же банки стеклянные с медом в тройной картон, плюс термофол внутри, чтобы эластичность удара, вот, смягчение было, плюс на встряску вертикальную вверх-вниз мы клали пузырчатый полиэтилен в 5-6 слоев снизу и сверху, то есть там и плюс все вот эти стретч-пленки и прочее, и прочее. Ну, это, как говорится, наша, так сказать, головная боль, я имею в виду, клиентов не будем этим всем загружать сейчас, вот, в итоге, главное уяснить, и что останется после просмотра вот этого нашего видео, в том числе по вот этому разделу последними получения товара, люди, по крайней мере, понимают серьезность от услышанного то, что вы сказали, серьезность к этому делу, не только к тому, с чего вы начали, как вы к этому пришли, и выбору техники, что как для себя, что лучше, и вы объективно рассказали, за что я лично вам благодарен, и я надеюсь, наши зрители тоже, про плюсы и минусы разного типа оборудования, ну, говори, мы сегодня говорили о соковыжималках, но это очень важный, такой, я бы сказал, глобальный раздел, потому что все-таки соки это основа основ, основ здорового питания, и тем более, лечение и лечебного голодания, кто если, так сказать, понимает, о чем мы, вот, поэтому считаю, что сегодняшняя наша встреча и вот это вот общение прошло, ну, значит, очень с большой пользой, как лично для меня, вот, кстати, так и для наших зрителей, ну, и теперь каждый человек слегка сможет сделать свой выбор, а если останутся вопросы, обращайтесь и пишите. Значит, итак, ждем ваши заявки, ждем ваши, соответственно, к ним вопросы, комментарии или уже готовый сформированный заказ с контактами от вашими данными, которые необходимы для транспортных компаний, присылайте, и вы в ближайшие дни получите свой товар, а что касается ответа, реакции на ваше письмо, получите, в общем-то, незамедлительно. Вот, на этом я бы хотел, соответственно, попрощаться с нашими зрителями, ну, и с вам, Виктор, так сказать, выразить вот еще раз благодарность, что нашли время встретиться, объяснить, рассказать, ну, и теперь, я надеюсь, в скором времени мы сделаем с вами следующий ролик по следующим разделам вот нужной такой продукции для кухни, для быта, для семьи. Да, спасибо большое за время ваших зрителей, которые немало они уделили, чтобы узнать о технике. Я буду рад быть полезен. Всегда будем ждать ваших клиентов и следующего нашего передачи, интервью по другим, другому оборудованию. Будем стараться также следить с вами за новинками и связываться каждые полгода. Обязательно. Тогда до новых встреч. До свидания, Виктор. Всего вам самого лучшего. Субтитры сделал DimaTorzok